В городе есть куда больше людей, которые хотят жить. Он предпочтет спасти этих людей, а не трусов, которые прячутся в руинах и даже не смеют рискнуть. Когда Чуму вышел из руин, первым человеком, который последовал за ним, был молодой человек, чье лицо было залито кровью, а также Джован, которую он поддерживал. Джован вышла из руин и почувствовала сильный солнечный свет. Она попыталась прикрыть рукой глаза, но когда она привыкла к солнечному свету, она с ужасом обнаружила, что вокруг мужчины в черной одежде было множество трупов. Они были разбросаны по земле, и в пределах определенного радиуса не было ни одного живого существа. Даже огромное тело монстра ледяной горы Ранга Владыка сейчас валялось безжизненным трупом на руинах. Глава 1598. Открытие пути для 3000 беженцев. Юноша и Джован в полном шоке огляделись по сторонам. Всего мгновение назад вокруг них раздавался оглушительный рев монстров, но за такое короткое время они превратились в трупы. Как же человек, стоявший перед ними, совершил такой подвиг? Господин, их всех убили вы? Спросил юноша. Да. Кивнул Чуму. Юноша погрузился в свои собственные мысли. Он уже был достаточно удивлен, когда лично стал свидетелем того, как прямо перед ним был убит монстр Ранга Владыка, а теперь он увидел раскиданные по округе трупы беспощадных тварей. Разве это не та сила, которой он действительно желал? Сила, позволяющая легко убивать этих свирепых монстров. Юноша хотел знать, как ему достичь уровня человека, который стоял перед ним. Джован продолжала пристально разглядывать Чуму, потому что ей показалось, что он выглядит действительно знакомым. Через некоторое время она попыталась спросить. Командующий это вы? Командующий Чуму уже забыл, что его так называли. Он снова взглянул на Джован, и на его суровом лице наконец появилась улыбка. Так это ты? Командующий это действительно вы? Джован пришла в еще больший восторг от подтверждения. Она вспомнила, что когда-то в Снежном городе их армию возглавлял человек по имени Чу Фан Чин. Джован однажды столкнулась с ним в библиотеке. После того, как Снежный город победил в битве против Духовного альянса, у нее состоялся короткий разговор с этим талантливым и красивым юношей во время победного банкета. Однако по какой-то причине он внезапно исчез. Джован больше никогда его не видела. Джован не знала, что Чу Фан Чин это Чуму, царь земли Новой Луны. Когда Чуму появился у развалин, она почувствовала, что он ей знаком. Однако его поведение отторгало, поэтому Джован не осмелилась небрежно лезть к нему с расспросами. Разве ты не должна быть в Снежном городе? Спросил Чуму. Сестра Джован была в числе первых подкреплений, прибывших в наш ледяной город. Спасая нас, она не смогла вовремя отступить. Монстры начали окружать ее, поэтому она оказалась в ловушке вместе с нами, ответил юноша. Чуму знал, что Джован был адрессировщиком поддержки. У большинства адрессировщиков поддержки было доброе сердце. Это было нечто одновременно уважительное и всеми признанное. Пока они разговаривали, люди продолжали выходить из-под завалов. Они были готовы ухватиться за этот маленький шанс на выживание. Чуму произвел приблизительный подсчет людей. Вышло 10 человек, 12, включая Джован и этого юношу. Следуйте за мной, сказал Чуму. Он прекратил ждать и сразу же повел 12 человек по дороге во внутренний город. Расслабьтесь, командующий Чу, очень сильный дрессировщик. Он определенно доставит нас во внутренний город в целости и сохранности. Успокоила Джован 10 человек, которые следовали за ней. Джован не знала ни о каких достижениях Чуму после того, как он покинул снежный город. Она могла успокоить этих беженцев, лишь называя его командующим. После недолгой прогулки в небе внезапно расцвело яркое пламя. Он окрасил часть неба в малиновый цвет, а затем постепенно исчез. Чуму посмотрел на этот сгусток пламени и вскоре нахмурился. Это был сигнал, о котором Чуму договорился с теми духовными владыками, которые участвовали в спасении. Он говорит, что в том направлении один из дрессировщиков попал в беду. Чуму мгновенно изменил направление. Что происходит? Разве мы не направляемся во внутренний город? Спросил раненый молодой дрессировщик. Джован тоже с недоумением посмотрела на Чуму. Там в ловушке находится духовный владыка, я собираюсь спасти его. Объяснил Чуму. Ни в коем случае, нам и так трудно бежать, а мы должны еще и спасать других. Начали жаловаться другие беженцы. Чуму бросил взгляд на Джован и сказал. Вы можете следовать в этом направлении. На этом пути не так уж много монстров. Там вы сможете перегруппироваться вместе с другими беженцами. Вы не собираетесь защищать нас? Юный дрессировщик широко раскрыл глаза от удивления. Отпустить их от них? Это ничем не отличалось от того, чтобы просить их совершить самоубийство. Они могли справиться только с десятью монстрами или около того, и это самые большие. Однако в настоящее время за пределами среднего города насчитывалось более тысячи этих существ. Чуму не ответил. После того, как он рассказал Джовану маршрут, он сразу же исчез. Как только Чуму ушел, все были ошеломлены. Они не могли решить, идти ли им дальше или просто стоять на месте. В ловушке оказались не только мы, нам лучше последовать его словам. Джован не хотела, чтобы люди потеряли уверенность в себе, и сразу же пошла вперед. Мисс, вы уверены, что сможете самостоятельно доставить нас во внутренний город? Спросил пожилой человек. Джован кивнула без малейшего колебания. Когда-то он был самым сильным человеком среди молодого поколения нашего Духовного Дворца. Даже молодой господин Духовного Дворца не мог сравниться с ним. Молодой господин Тэн уже стал экспертом владыки высокого класса или даже высшего, так что он, должно быть, будет еще сильнее. Среди беженцев было несколько дрессировщиков. Они, естественно, понимали, что означает сила владык. Они также знали, насколько могущественным был молодой господин Духовного Дворца. Как только Джован сказала это, беженцы мгновенно успокоились и последовали в направлении, указанном чуму. Как и ожидалось, на этом пути появилось не так много монстров. Пока они будут избегать их, они не столкнутся с какой-либо опасностью. Группа передвигалась довольно быстро. Через некоторое время они увидели силуэты людей за какими-то разрушенными улицами. Джован была добросердечным человеком. Если по пути она встретит других беженцев, то обязательно протянет им руку помощи. Постепенно команда увеличилась с 12 человек примерно до 20. Вскоре перед ними появилась черная фигура. Чуму был очень быстр. Они даже не заметили, когда он появился. Чуму сопровождал их на протяжении части пути. На этом участке пути появлялось много монстров. Если бы чуму не сопровождал их, то они наверняка погибли бы там. Ночь указал им путь. Его аура окутывала этот регион, и эти монстры избегали его и не осмеливались приблизиться. 20 беженцев были удивлены, увидев такую сцену. С помощью такого могущественного человека их шансы на выживание стали еще больше. Чуму повел 20 беженцев, чтобы перегруппироваться с духовным владыкой, который послал сигнал. Этот эксперт вел группу из 50 беженцев. Были даже такие, кто не мог должным образом обработать свои раны. Запах крови привлек к ним множество монстров, когда они двигались, и поэтому теперь они были окружены. К счастью, чуму прибыл вовремя. В противном случае эти 50 беженцев погибли бы. Разве это не Ли Юэ, который довольно известен в нашем ледяном городе? Так генерал Ли Юэ тоже пришел спасти нас. Удивленно сказал юный дрессировщик, увидев этого духовного владыку. Ли Юэ был довольно популярен в ледяном городе. Считалось, что он был одним из лучших. Да, командующий, сэр, вы должны были сказать нам, что являетесь подчиненным генерала Ли Юэ. Тогда мы бы не были так напуганы по дороге, сказали беженцы. 20 беженцев, которых привел Чуму, перегруппировались вместе с 50 беженцами Ли Юэ. Группа теперь состояла из 70 человек. Чуму чувствовал, что это значительно увеличит трудности для Ли Юэ, но сейчас другого выбора не оставалось. Кроме того, поблизости все еще должен быть другой духовный владыка. С ним также должно быть около 40 человек. В общей сложности они собрали больше сотни. Размер группы слишком велик. Их легко могут обнаружить монстры. Царь Чу, на этот раз нам нужно, чтобы вы сопровождали нас. Ли Юэ целютовал и попросил со смущенным выражением лица. Ли Юэ думал, что сможет спасти 50 человек, но в итоге чуть не дал им всем умереть. Поэтому он чувствовал себя несколько виноватым. Я уберу монстров спереди. Ты веди их и следуй за мной. Берите с собой всех беженцев, которых увидите по пути, но не останавливайтесь. Пошлите сигнал еще раз, если столкнетесь с какой-либо опасностью. Проинструктировал Чуму Ли Юэ. Чуму расчистит путь для этих беженцев. Затем Ли Юэ и другой духовный владыка поведут 100 беженцев и последуют за ними. Он не мог все время находиться рядом с ними. В конце концов, Чуму должен заботиться о более чем 30 духовных владыках, которые были разбросаны по всему среднему городу. Даже если он был быстрым, перемещаться среди всех этих экспертов все равно отнимет у него слишком много времени. Ли Юэ немедленно кивнул с экспертом ранга бессмертного, расчищающим им путь. Это, безусловно, будет очень безопасно. Чуму снова исчез. Ли Юэ только почувствовал, как будто его зрение на мгновение затуманилось, и он уже потерял Чуму из виду. Увидев полоску света, Ли Юэ почувствовал некоторую зависть. Генерал Ли Юэ, почему вы приветствуете его? Разве он не ваш подчиненный? Спросил раненый молодой дрессировщик. Ли Юэ пристально посмотрел на него. Не говори такой чепухи. Я не имею права быть его подчиненным. Он самый сильный человек, которого я когда-либо встречал. Он один расчищает путь более чем 30 духовным владыкам, чтобы спасти беженцев. Без него мы не смогли бы справиться с этим хаосом, не говоря уже о том, чтобы добраться до внутреннего города. Беженцы, которых привел Чуму, были ошеломлены. Расчищает путь более чем 30 духовным владыкам в одиночку. Это как вообще? В одной спасательной команде, как правило, было около сотни беженцев. Более 30 спасательных команд означали, что там будет более 3000 беженцев. Эксперты Ледяного города, такие как Ли Юэ, только сопровождали беженцев. В то время как он один открывал путь для спасательных команд, которые были разбросаны по всему городу. Насколько могущественным он должен был быть, чтобы достичь этого? Джован и Юноша думали, что Чуму спасает лишь их маленькую группу. Они и подумать не могли, что он на самом деле направляет 3000 беженцев в одиночку. Неудивительно, что первое, что он сказал беженцам, когда вошел в развалины, было. Следовать за мной или нет, это ваш собственный выбор. У него не было времени объясняться, и ему также не нужно было тратить время на группу трусов. Если он потеряет хотя бы одну минуту в одном месте, то беженцы в другом месте могут быть уничтожены. Сестра Джован означает ли это, что у нас есть шанс выжить? Спросил Юноша. Кто-то гораздо более сильный, чем генерал Ли Юэ, пришел, чтобы спасти их. Не имело значения, сколько монстров сейчас преграждало им путь. Да, кивнула Джован. Он превратился из выдающегося юноши, который определил битву за снежный город, в лорда, который теперь мог свободно перемещаться среди миллионов монстров. Прошло так много лет, прежде чем она поняла это. Она действительно хотела знать, с какими событиями он столкнулся и что пережил, чтобы достигнуть нынешнего положения. Глава 1599. Триграмма дьявольского огня. Различные спасательные команды медленно собирались вместе со всех частей города. Однако такое масштабное движение легко привлекло бы и огромное количество монстров. Как только 3000 беженцев перегруппировались, перед ними появилось более 10 тысяч монстров. С первого взгляда было видно, как к ним приближается непроницаемая белая волна монстров. Их острые когти глубоко вонзались в мерзлую землю. Эти твердые на вид ледяные камни легко раздавливались ими. Беспрерывно раздавался хаотический рев. Ужасающий шум сильно потряс этих слабых беженцев. Более того, больше всего их ужасали не представшие перед ними питомцы, а все прибывающие и прибывающие с других сторон новые волны монстров. Белые монстры надвигались, как цунами, и поглощали все на своем пути. Они постепенно приближались от окраин ледяного города к внешнему городу. Как только вторая волна монстров ворвется в город, беженцы во внешнем и среднем городе точно не смогут выжить. Чуму должен был как можно скорее отвезти их во внутренний город. Когда солнце начало садиться, остаточное сияние начало распространяться по городу, который был полон ледяных осколков. Чуму молча стоял на качающемся ледяном маяке в одиночестве и наблюдал за бесчисленными монстрами ледяной горы, которые носились по городу. Чуму обернулся, чтобы взглянуть на три тысячи беженцев, которые постепенно пробирались к нему и медленно закрыл глаза, начав петь. Заклинание было очень длинным. Как только он снова открыл глаза, в его левом и правом зрачках горели черное и серебряное пламя соответственно. Дьявольский огонь вырвался из его ладони и был точно брошен в кишащий монстрами город перед ним. Два сгустка пламени разных цветов пролетели высоко над городом и превратились в воздухе в триграмму. Она была наполовину черной, наполовину серебристой. Эта триграмма дьявольского огня была настолько огромной, что легко покрывала все небо над городом. Казалось, издали это выглядело так, словно над городом нависли темные тучи. Триграмма дьявольского огня начала быстро вращаться. Разрушительная сила, которая могла уничтожить пространство вместе с дьявольским огнем, проявившимся внутри окутанной области. Затем перед ними предстала сцена, которая поразила эти три тысячи беженцев. Бесчисленные монстры ледяной горы перед ними были мгновенно стерты в прах триграмма дьявольского огня, словно творение из песка, разорванное на части налетевшим штормом. Однако как могли эти монстры ледяной горы быть сделаны из песка? Они обладали крепким телосложением и ледяной броней, а также острыми когтями. Белый порошок бешено заплясал в воздухе, как песчаная буря. Беженцы не могли смириться с реальностью, которая происходила перед ними, и стояли совершенно ошеломленные. Даже духовные владыки не могли себе представить, что чуму может мгновенно уничтожить десятки тысяч монстров одним движением. Не останавливайтесь, продолжайте идти. Чуму громко напомнил этим духовным владыкам. Три тысячи беженцев спустя долгое время пришли в себя и поспешно последовали за чуму. Когда в мгновение ока были уничтожены десятки тысяч монстров, для них не будет существенной опасности дальше. Однако те, кто был свидетелем этой сцены, никогда не смогут забыть ее до конца своих дней. Внутренний город становился все ближе и ближе. Чуму использовал свою подавляющую силу, чтобы безопасно сопроводить эти три тысячи беженцев во внутренний город. В окрестностях внутреннего города было много монстров и птиц ледяной горы. Чуму подозвал призрачного короля, чтобы тот сопроводил этих беженцев в город в целости и сохранности. Когда беженцы поняли, что этот похожий на гору гигант также питомец чуму, они стали еще более уважительно относиться к чуму. В конце концов, они никогда не могли себе представить до прибытия чуму, что кто-то может в одиночку остановить миллионы монстров. Приняв три тысячи беженцев, лорд Бинли немедленно организовала для них место для отдыха. Эти люди находились в ловушке около десяти дней. Они были голодны, утомлены, напуганы и измучены. Теперь, когда они наконец были спасены, им требовался хороший отдых. Многие из этих беженцев даже не могли поверить, что они действительно выжили. Джован и юноша не стали уходить далеко. Они заметили, что до того, как они прибыли, в городе уже было довольно много групп беженцев. Их численность составляла примерно 10 тысяч человек. Джован знала, что вовремя сбежать не смогли гораздо больше 10 тысяч человек. Однако возможность спасти в такой ситуации хотя бы их уже можно было считать невозможным подвигом. Командующий, большое вам спасибо. Я думала, что в этот раз я встречу свой конец. Джован поклонилась в официальном приветствии. Юноша нервничал и просто не знал, как выразить свою благодарность. Он мог только спокойно стоять рядом с Джован. Только те, кто пережил мгновение, когда ты находишься между жизнью и смертью, могли по-настоящему оценить значимость жизни. Отдохни, сказал Чуму. Командующий, у меня есть небольшая просьба, прошептала Джован, взглянув на юношу. Какая просьба? Спросил Чуму. Джован подошла к Чуму и тихо сказала ему. Его родители погибли в этой катастрофе, и теперь ему больше некуда идти. Он волевой человек и талантливый дрессировщик. Я надеюсь, что командующий может помочь ему. Он действительно восхищается и уважает вас, если вы сможете взять его в ученики. Как его зовут? Спросил Чуму. Тан Цзюнь. Ответила Джован. Я не беру учеников, но я могу взять его в город Ваньсин. Командир священной стражи Джонун, возможно, заинтересуется. Кивнул Чуму. В настоящее время священная стража была признана самой сильной армией Земли Новой Луны. Многие молодые дрессировщики ставят своей целью стать священным стражем Земли Новой Луны. Возможность поступить в отряд учеников священной стражи – это все равно, что стать резервом священной стражи. Это был огромный качественный скачок для юноши, который только что стал дрессировщиком. Спасибо, командующий. Ой, наверное, стоит говорить царь Чу. На бледном лице Джован появилась очаровательная улыбка. Тот, кто все еще может смеяться с окровавленным лицом, либо сумасшедший, либо гений. Чуму был весьма заинтересован психическим состоянием этого юноши. Он понадеялся, что тот сможет вырасти и стать экспертом в новом поколении. Джован больше не осмеливалась беспокоить Чуму. Она знала, что у него, несомненно, было еще много дел, связанных с его нынешним положением. Тан Цзюнь снова был ошеломлен этой умопомрачительной новостью. Священная стража Земли Новой Луны. В прошлом он считал, что вступление даже в городскую стражу будет впечатляющим достижением. Он не смел и подумать о том, чтобы попасть в главные силы Снежного Города. И, конечно же, юнец не ожидал, что сможет вступить в армию Священной Стражи. Если ему удастся это, то опираясь на усердный труд он сможет стать гордым Священным Стражем Земли Новой Луны. Ты, должно быть, устал. Муциньи подошла и небрежно передала Чуму несколько ледяных снежных фруктов, что с обороной внутреннего города. Чуму бросил утоляющий жажду фрукт в рот и немедленно проглотил его. Так грубо. Муциньи закатила глаза, увидев действие Чуму. Этот ледяной снежный фрукт был фирменным блюдом Ледяного Города. Его было трудно достать, но Чуму проглотил его, как простую конфету. Какая напрасная трата времени. Все безопасно. Эти монстры пока не могут прорвать оборону. Однако просто пассивно защищаться вот так нам не походит. Мы не можем просто мигрировать с сотнями тысяч людей. Сказала Муциньи. Ты останешься в городе, а я отправлюсь в ледяные горы и проверю, какой именно монстр вызвал это чудовищное вторжение. Сказал Чуму. У всех бедствий была первопричина. Чуму, естественно, лично вырвет ее с корнем. Ты отправишься сейчас? Спросила Муциньи. Да. Все станет только хуже, если мы будем тянуть еще дольше. Кивнул Чуму. Тебе следует отправиться хотя бы завтра. Сегодня ты пересек весь средний и внешний город с боями, и совсем не успел отдохнуть. Выразила свою озабоченность Муциньи. Все в порядке. Чуму все еще чувствовал себя хорошо. Муциньи довольно долго спокойно смотрела в глаза Чуму, прежде чем улыбнуться. Посмотри на себя, ты ведешь себя так хладнокровно и отчужденно, но все же делаешь все возможное, чтобы спасти их. В таком случае, почему ты угрожал лорду города и ее солдатам? Хотя Муциньи защищала город, она все это время была сосредоточена на Чуму. Она видела, что Чуму весь день непрерывно носился по городу и не отдыхал ни на мгновение. Убийство 10 тысяч монстров было всего лишь вопросом одной техники на уровне Чуму. Однако, с другой стороны, спасение 10 тысяч человек потребовало, чтобы он целый день бегал по городу. Разница между этим была огромной. Чуму поднял бровь и заговорил. Я просто сказал им, что спасу тех, кого смогу спасти. Кроме того, мне интересно, почему эта новость не дошла до меня, ведь это должно было быть срочное письмо. Я уже напомнил своим подчиненным, чтобы они внимательно следили за новостями, связанными со Снежным городом. Возможно, проблема кроется в одной из командных цепочек. В конце концов, срочное письмо должно пройти через нескольких человек, прежде чем оно дойдет до тебя. Сказала Муциньи. Чуму сделал пометку на этот счет. Новая волна монстров доберется сюда довольно скоро. Я оставлю призрачного короля и дьявольского древня здесь, чтобы помочь вам с защитой. Сказал Чуму. Да, продолжай. Я буду защищать их. А, лорд Бинли нашла своего брата. Она хочет выразить свою благодарность лично тебе, но боится, что ты мог обидеться на ее предыдущие действия. Итак, она хочет, чтобы я выразила тебе свою благодарность вместо нее. Сказал Муциньи. Я на нее не обижаюсь. Просто мне не понравились слова, которые произносили ее подчиненные. В конце концов, я нещедрый человек. Ответил Чуму. Это правда. Такая красивая и чистая девушка так умоляла тебя. Разве мог рассердиться на нее? Сказала Муциньи саркастическим тоном. Я что, похож на такого человека? Чуму горько улыбнулся. По какой-то причине, в том смысле, как это сформулировала Муциньи, это заставляло его казаться человеком, который питает слабость к красивым женщинам. Чуму даже лица этой женщины лорда толком не рассмотрел. Не совсем, но я надеюсь, что это так. Мрачно сказала Муциньи. Чуму притворился, что не понял. Он вскочил на спину ночи и улетел в сторону ледяных гор. Глава 1600. Подчиненный древнего дракона. Ночью, пролетая над ледяными землями, Чуму заметил, что атмосфера постепенно стала чрезвычайно холодной. Ревущие холодные ветры были настолько сильны, что могли легко порезать кожу. Не имея густого меха, подобного тому, что у монстров ледяной горы, вероятно, было бы невозможно вынести жизнь в такой ужасной среде. Такой холод был действительно ненормальным, так как земля новой луны могла считаться только царством третьего ранга. Сила человечества быстро росла, но у питомцев, населявших землю новой луны, не было причин мгновенно набрать силу, чтобы внезапно сравниться с силой человечества. За этим инцидентом должен стоять организатор. Ночь, ты что-нибудь чувствуешь? Спросил Чуму. Ночь покачал головой и просто направился в место, которое, по его мнению, было подозрительным, основываясь на своих инстинктах. Множество монстров бродило по земле под ними. Иногда он мог видеть среди них одного или двух владык. Эти существа не могли быть родом с земли новой луны. Возможно, они пришли из династии ледников, что находится дальше на севере. Там было огромное царство питомцев ледяного типа. Мо. Внезапно из глубины черных, как смоль ледяных гор, раздался императорский рев, заставивший все окрестности сильно задрожать. После того, как раздался этот ужасающий рев, весь ледник, казалось, начал кипеть. Монстры ледяной горы начали бежать вперед безумно и возбужденно. Хау-хау-хау. Г-г-г-г-р-р-р-р-р. Рев бесчисленных монстров эхом разносился по всему леднику. Их сознание, казалось, находилось под чьим-то контролем, когда они покинули свою среду обитания и начали вторгаться на человеческую территорию. Молодой господин, это боевой клич, древняя видовая техника, донесся до ушей чуму голос старого ли, каков его эффект, спросил чуму. Притомцы, обладающие такой способностью, обычно являются под видом высшей родословной своей расы. Они рождаются со способностью править и обладают величайшей властью во всей расе. Другие подвиды в основном живут в зависимости от них или получают возможность использовать большую силу благодаря им. Как только такие правители используют боевой клич, это практически то же самое, что применить трансформацию кровожадного берсерка к этим подвидам. Более того, эффект от такой техники не исчезнет со временем. Это может даже стать постоянным усилением сил по мере того, как они будут продолжать свое вторжение, объяснил старый ли. Неудивительно, что эти монстры осмелились вторгнуться на территорию людей. Начал размышлять чуму. Если бы эти монстры могли получить постоянный прирост силы за счет убийства, то они определенно продолжали бы убивать. Поскольку они не могли убить своих сородичей, они решили вторгнуться к людям. Ты можешь определить, что это за существо? Спросил чуму. Я могу только сказать, что это из древней расы ледяного типа. Многие существа с родословной ранга бессмертных обладают способностью управлять своим видом. Когда молодой господин становится полудьяволом, ваши дьявольские владения также могут аналогичным образом повысить силу подвидов кошмаров вокруг вас, ответил старый ли. Чуму поспешил к источнику этого рева и заметил, что ряды монстров постепенно увеличивались по мере его приближения. Континент был огромен. По мере того, как чуму набирался все большего опыта, его встречи с существами ранга владыка также становились все более частыми. В конце концов, он посещал высокоранговые загадочные миры. Однако ему редко приходилось сталкиваться с существом ранга владыка во время своих путешествий по землям Новой Луны. Даже существа ранга императора редко встречались в некоторых местах. Учитывая нынешнюю ситуацию в его землях, высокоранговые существа должны появляться только в некоторых изолированных местах. Существа в пределах самой земли Новой Луны и окружающих ее запретных регионах вряд ли должны превосходить ранг владык. Участок земли, над которым пролетал чуму, принадлежал запретному региону северных льдов земли Новой Луны. Здесь редко можно было встретить одного или двух владык, но все же в том месте, мимо которого только что пролетел чуму, присутствовало более сотни владык ледяного типа. Чум увидел, как более тысячи владык сформировали армию и собрались вместе в Долине Печатей, и не удивлялся этому. Однако это место не третий слой неба, как Долина Печатей, это земля Новой Луны. Появление более сотни существ ранга владыков в таком маленьком месте было крайне ненормальной ситуацией. Кроме того, чуму не был уверен, нет ли еще больше армий монстров Ледяной Горы дальше. Молодой человек со вздохом покачал головой и задумался, почему странные вещи продолжают происходить в земле Новой Луны после того, как я стал царем. Или это потому, что у нас всегда происходят странные вещи, и я просто не сталкивался с ними раньше, и они были урегулированы какой-то неизвестной силой. Почему их так много? Чуму нахмурился и, наконец, остановился на Большой Горе. Чуму обладал силой Бессмертного, поэтому он, очевидно, осмелился летать над ледяными просторами, заполненными монстрами. Однако это не означало, что он был непобедим. Когда он увидел огромную армию монстров ранга Императора и Владыка в горах, он не осмелился двигаться дальше. Молодой господин, внутри есть существо ранга Бессмертный, сказал старый Ле. Да, чуму почувствовал присутствие Бессмертных. От этой леденящей ауры у него волосы на голове зашевелились. Чуму не мог поверить, что такая ужасающая армия монстров действительно жила в запретном регионе Северных Льдов. Независимо от того, на какую границу вторгнется эта армия монстров, это явно обернется катастрофой. Чуму не бросился опрометчиво в атаку. Тысячи существ ранга Владыка, одновременно использующих свои техники, уже было достаточно, чтобы серьезно ранить чуму. Армия монстров, в настоящее время находящаяся внутри этой горы, определенно превышала по размерам тысячу владык. А еще присутствие Бессмертного, он определенно был бы окружен, если бы безрассудно бросился в атаку. Это ненормально, действительно ненормально, сказал старый Ле. С нынешней силой чуму не было места на континенте Чжанмин, куда он не мог бы войти. У него даже хватило уверенности нанести визит династии ледников. Однако на самом деле он был вынужден остановить свое продвижение в этом запретном регионе Северных Льдов. Мо. Снова раздался громкий рев монстра. На этот раз чуму услышал его отчетливо. Рев определенно доносился с горы прямо перед ним. Метель понеслась прямо на него и заставила сделать несколько шагов назад. Чуму развернул пространственный барьер, чтобы блокировать ее. Когда его пристальный взгляд пронзил метель, он смутно увидел огромное существо, медленно двигающееся внутри горы. Сначала чуму подумал, что это вершина высокой горы. Однако, как только он увидел пару глаз, он понял, что это не гора, а огромный ледяной зверь, который достиг облаков. Его грозные глаза были полны жестокости и властных амбиций. Он уставился на чуму, вторгшегося на его территорию, с блеском холода и ярости. Открыв свою огромную пасть, сравнимую по размерам с пещерой, он снова громко взревел. Все монстры обратили свои взоры и сосредоточились на чуму. Море кроваво-красных глаз на земле и птицы ледяной горы в небе немедленно окружили чуму. В одно мгновение весь ледник тяжело загрохотал. Леденящая душу убийственное намерение даже заморозило воздух. В этот момент чуму, наконец, почувствовал, насколько могущественным было это существо. Молодой господин, этот монстр обладает лучшим восприятием, чем у вас. Он раскрыл нас, сказал старый ле. Думаешь я нуждаюсь в твоих пояснениях сейчас? Недовольно бросил чуму. Он мог сказать, что этот лорд ледяных троллей явно был наравне с ним в силе. Что еще более важно, его атрибут льда будет подавлять техники полу дьявола. Он не сможет получить ни единого преимущества, если им придется сражаться. Кроме того, у этого лорда ледяных троллей было бесчисленное множество солдат. Эти монстры могли полностью истощить чуму, даже если сам лорд ледяных троллей не сделает ни одного движения. Чуму немедленно развернулся и бросился бежать без каких-либо колебаний. Скорость ночи и его собственное пространственное перемещение позволили ему сбежать до того, как эти монстры смогли полностью окружить его. Лорд ледяных троллей, безусловно, был очень силен, но его скорость была намного ниже, чем у чуму. Молодой человек увидел, как огромное тело преследовало его на небольшом расстоянии какое-то время, но вскоре сдалось. Существа ниже бессмертного ранга вряд ли могли остановить чуму. Особенно когда объединяются пространственные и темные техники, чуму и ночь вряд ли можно было выследить. Следовательно, через некоторое время волнение в землях ледников постепенно утихнет после того, как чуму и ночь исчезли. Эти монстры были похожи на разбитую лагерем армию. Они приберегали свои силы для лучшей возможности. После короткого переполоха, вспыхнувшего, когда чуму вторгся в их лагерь, они вернулись к нормальной жизни. Чуму заметил, что эти монстры не преследовали его и от этого он забеспокоился. Чем лучше будет организована армия, тем страшнее она станет. Эти монстры явно замышляли что-то плохое. Молодой господин, вы уже видели это существо раньше, сказал старый ли. Этот лорд ледниковых троллей? Спросил чуму. Да, его зовут экстремальный небесный ледяной зверь, древнее существо расы ледяных гигантов элементального типа. Я уже указывал вам на это раньше во Дворце Ветра. Напомнил старый ли. Дворец Ветра? Он вышел из Дворца Ветра того древнего человека-дракона? Почему же тогда он меня не впечатлил так сильно, как сейчас? В шоке спросил чуму. Тогда его размер уменьшился, это его первоначальный размер. Объяснил старый ли. Это действительно древний человек-дракон. Он уже проснулся, сердце чуму упало. Древний дракон еще не должен был проснуться, в конце концов, истинное солнечное затмение еще не наступило. Однако его окаменевшие подчиненные, должно быть, уже проснулись. Этот экстремальный небесный ледяной зверь должен быть одним из них, сказал старый ли. Простой подчиненный древнего дракона уже так силен, сказал чуму с удрученным лицом. Подчиненные древнего дракона, все известные существа его эпохи, как они могут не быть сильными? Разве вы забыли, что среди этих подчиненных также есть леса семи грехов король темной смерти? Сказал старый ли. Глава 1601. После возвращения в ледяной город он застал его таким, как будто это место только что пережило сумасшедшую битву. Куда бы он ни посмотрел, все было в разрушениях, и некоторые из дрессировщиков, дежуривших ночью, были заняты ремонтом городской стены. Трупы монстров были сложены на холме за пределами внутреннего города. Куча была действительно высокая и источала сильную вонь. Люди в ледяном городе не осмеливались выходить и убирать за пределами города. В конце концов, им оставалось лишь призывать специальные растения и превращать эти трупы в питательные вещества для своих питомцев растительного типа. Но процесс переваривания на самом деле был очень медленным. Трупы не могли быть полностью убраны даже после рассвета. Чуму вошел в город и сразу же увидел, что лорд Бинли лично командует процессом. Эта женщина много дней не могла отдохнуть. Ее лицо было наполнено усталостью, да и в целом она выглядела настолько усталой, как будто сильный порыв ветра мог легко опрокинуть ее. Лорд Бинли заметила, что в город прилетела полоса темного света. Как только она увидела, что это был Чуму, она открыто улыбнулась и подошла к нему. Царь Чу. Бинли слегка поклонилась и почтительно поприветствовал Чуму. Каково текущее состояние города? Спросил Чуму. Ситуация временно стабилизировалась. Монстры на данный момент отступили. В ближайшие 2-3 дня с их стороны не должно быть крупномасштабного нападения. Ответила Бинли. С мощной защитой призрачного короля и дьявольского древня, эти монстры вряд ли смогли пробить их почти идеальную оборону. Лорд города Бинли стала свидетелем силы бессмертных. Царь Чу, вы что-нибудь обнаружили? Спросила Бинли, зная, что Чуму уходил глубоко в горы. Ситуация очень тяжелая. Существует армия монстров ледяной горы, в десятки раз более сильная, чем та, что здесь. Среди них также есть экстремальный небесный ледяной зверь бессмертного ранга. Возможно, нам придется отказаться от этого города. Прямо сказал Чуму. Сдаться. Бинли не знала, что сказать. Она выросла в этом городе. Она переняла положение лорда от своего отца после того, как стала сильнее. Она питала особые чувства к этому городу. Просить ее покинуть его было практически то же самое, что разлучить ее с семьей. Чуму мог сказать, что Бинли не хочет этого и снова заговорил. После того, как этот вопрос будет решен, я пошлю людей, чтобы помочь вам восстановить ледяной город. Средний ранг монстров в пределах ледяных гор очень высок. Оборона этого города не сможет их остановить. Насколько они могущественны? Спросила Бинли из любопытства. Как минимум более тысячи владык, около десяти бессмертных, а возглавляет их сильнейший правитель ледника. Сказал Чуму. Бинли открыла рот, но не произнесла ни слова. Сейчас во всем ледяном городе было не более сорока экспертов ранга владыка. Это вся мощь города. Подумать только, что по леднику бродило более тысячи существ ранга владыка. Если они направятся к ним, то такой крошечный город, как у них, вообще не смог бы пережить это. Независимо от того, как сильно Бинли любила этот город, она должна была также учитывать жизни тех граждан, которые здесь жили. Сейчас в городе так много людей, как царь Чум намерен переселить их отсюда. Спросила Бинли. Я уже созвал большое количество экспертов из города Тинься, Снежного города и города Сянжун. Флот Новой Луны также спешит к этому месту, пока мы говорим. Они будут отвечать за вывод людей. Граждане из Ледяного города будут временно находиться под защитой Снежного города. Пояснил Чуму. А как насчет этих монстров? Узнав, что в глубине горы скрывается более тысячи существ ранга владыка, она почувствовала еще большую тревогу. Я избавлюсь от них. Ответил Чуму. Чуму всегда тренировался в битвах. Им было бы трудно разрешить эту катастрофу без личного участия Чуму в ней. Это также была прекрасная возможность для него получить хорошую подготовку. В конце концов, кроме того времени, когда он был в долине Печатей, ему было действительно трудно найти место с такой масштабной армией ранга владыка. Конечно, Чуму также знал, что ему будет трудно полностью покончить с таким большим количеством монстров в одиночку. Необходимо привлечь к вылазкам военный флот Земли Новой Луны. Это подразделение опытно не только опытен в морской войне, поэтому война на леднике станет им хорошей тренировкой. С флотом Новой Луны Чуму будет легче зачистить их всех. Учитывая, что его личная силу будет подавлена экстремальным небесным ледяным зверем, он намеревался попросить о помощи боевого облачного дракона. Этот питомец оказался таким же маньяком сражений, как и он. В последнее время он мирно живет в городе Ваньсин, но время от времени ему нужно было немного тренироваться. Чуму сообщил Муцинье о своих планах и немедленно направился в город Ваньсин, чтобы обратиться с просьбой к боевому облачному дракону. Ему не потребовалось много времени, чтобы добраться из ледяного города в город Ваньсин. Видя, что уже поздняя ночь, он не стал беспокоить боевого облачного дракона и решил вернуться в свою собственную резиденцию, чтобы отдохнуть. А потом, восстановив часть сил, снова в путь. Сразу после того, как Чуму вошел в свою комнату, он услышал восхитительные слуху хихиканье двух девушек. Старшая сестра, тебе не кажется, что этот старший брат немного глуповат? Отчетливо слышался хриплый голос Нин Маньер. Он, он на самом деле не глупый, он просто знает, как притвориться глупым. Ответила Ецинь за уверенным тоном. Почему он притворяется глупым? Спросила Нин Маньер. Если он не будет притворяться, то найдется много глупых девушек вроде тебя, которым он в конечном итоге понравится. Поддразнила Ецинь Цзы. Когда он мне нравился, он всегда ходит с таким суровым лицом. А еще часто ругал меня в прошлом и не хотел играть со мной. Он даже все время называет меня девчонкой. Старшая сестра, помоги мне как-нибудь купить красивую и откровенную одежду. Тогда старший брат обязательно украдкой посмотрит на меня, сказала Нин Маньер. Ты маленькая, что ты пытаешься сделать? Я просто проверяю верность старшего брата. Так вот, как ты собираешься его проверить? Если ты представишь себя перед ним в таком виде, то будь осторожный, потому что однажды он действительно съест тебя. Тогда не жалуйся мне, я не смогу остановить его, если это случится. Полушутя сказала Ецинь Цзы. Чуму почувствовал, как холодный пот стекает по его лбу после того, как он услышал это. А чем, черт возьми, говорят эти две женщины. В последнее время Нин Маньер все больше и больше раскрывала свою настоящую озорную личность. Однако, теперь она действительно была настоящей красавицей. Даже Чуму не осмеливался становиться слишком близко при общении с ней. Теперь она даже обсуждала с Ецинь Цзы, как соблазнить его. Слова Ецинь Цзы лишили Чуму дара речи. Это каким-то образом заставило его почувствовать, что она дает ему полную свободу действий. Конечно, Чуму знал, что это был всего лишь частный шутливый разговор между Ецинь Цзы и Нин Маньер. В конце концов, он не может воспринимать это всерьез. Более того, когда эти две женщины были вместе, они превращались в маленьких дьяволов, и Чуму всегда много страдал от них. Чуму толкнул дверь и медленно вошел в комнату, делая вид, что не имеет ни малейшего представления об их предыдущем разговоре. «Ты вернулся?» Ецинь Цзы высунула голову из-под тонкого одеяла и тихо спросила. Тонкое одеяло полностью укрывало ее тело. Она должна была лежать на боку, так как ее красивый изгиб можно было разглядеть под одеялом. «Хаймы, ты все еще болтаешь в такой час?» Спросил Чуму. «Откуда старший брат знает, что я здесь?» «Я даже затаила дыхание». Нин Маньер тоже высунула голову из-под одеяла и показала свое очаровательное личико. «Возвращайся в свою комнату», — сказал Чуму Нин Маньер. «Нет». Нин Маньер был непреклонен. Она крепко держалась за Ецинь Цзы и, казалось, была полна решимости остаться на ночь. «Я уеду завтра утром, так что завтра ты сможешь спать со своей старшей сестрой сколько хочешь», — сказал Чуму. «Нет, в доме много свободных комнат, старший брат может просто выбрать одну из них для сна». Нин Маньер прилипла к Ецинь Цзы и отказалась уходить. Выражение лица Чуму потемнело. «Эта маленькая девочка иногда может быть такой раздражающей. Разве ты не знаешь, что мы с Ецинь Цзы — супружеская пара? Почему ты всегда приходишь сюда, чтобы помешать мне сблизиться с ней?» Ецинь Цзы хранила молчание. Видя, что обе стороны не намерены идти на компромисс, она вместо этого хихикнула. «Тогда почему бы нам не поспать вместе?» «Чуму, ты можешь спать здесь?» Сказав это, Ецинь Цзы немного подвинулась и оставила место в центре кровати для Чуму. Чуму широко открыл рот и посмотрел на Ецинь Цзы в полном недоумении. Каковы ее намерения? «Она открыто позволяет мне флиртовать с другими женщинами». Хотя Ецинь Цзы молча позволила вопросу с принцессой Цзинь Джоу соскользнуть, Чуму чувствовал, что для нее это уже было главным. Но теперь она оставляла на кровати место, которое позволяло ему спать между ней и Нин Маньер. Даже обычно спокойной Чуму был озадачен. «Э, я лучше пойду спать в другую комнату». В конце концов, Чуму устоял перед искушением и решил уйти. Чуму понял, что после женитьбы на Цзинь Цзы его знакомые женщины становились все более и более странными. «Ты уверен, что не хочешь присоединиться?» Ецинь Цзы подняла брови. В ее сверкающих прекрасных глазах таился намек на провокацию. «Я совсем не возражаю, а чем тут беспокоиться старшему брату?» Нин Маньер также добавил опасную линию в этот момент. «Я возражаю». Серьезным тоном отказался Чуму. Кто знает, может быть, эти двое просто расставляют ему ловушку. Ецинь Цзы может просто мгновенно изменить свое отношение после того, как он заберется на кровать, в то время как Нин Маньер закричит. «Я знала, что у старшего брата были скрытые мотивы. Не было никакой необходимости намеренно прыгать в ловушку, расставленную этими двумя маленькими дьяволицами. Хватит, Маньер, возвращайся в свою комнату». Ецинь Цзы знала, что Чуму недавно разбирался с вопросом ледяного города. По его душевному состоянию она поняла, что в последнее время он сильно устал, поэтому перестала его дразнить. «Что плохого в том, чтобы спать вместе? Я могу спать рядом со старшей сестрой, а старший брат может спать в углу». Надулась Нин Маньер. «Некоторые волки все равно протянут свои когтиковцам, даже если их жены наблюдают», сказала Ецинь Цзы. «Это правда». Кивнула Нин Маньер и медленно встал с кровати. Она направилась к Чуму, босая, и на ней была только полупрозрачная пижама. Нин Маньер прекратила дразнить Чуму и вышла, закрыв за собой дверь. После того, как Нин Маньер ушла, Чуму начал раздеваться. «Ты устал?» Ецинь Цзы подошла и осторожно помогла ему раздеться. «На этот раз погибло слишком много людей», сказал Чуму. «Что случилось?» Ецинь Цзы была поражена. «Существо из Дворца Ветра проснулось. Цинь Цзы, помоги мне кое-что расследовать», сказал Чуму. «Хорошо». Чуму исчерпал достаточно много энергии в инциденте в ледяном городе. А теперь он собирался сразиться с этим экстремальным небесным ледяным зверем, поэтому ему нужно было восстановить как можно больше сил. Во внутреннем городе ледяного города жили сотни тысяч людей, и можно было считать, что их жизни полностью находятся в руках Чуму. Он должен удостовериться, что они будут в безопасности. Глава 1602. «Техника группового исцеления». Утром Чуму быстро разбудил огромного боевого облачного дракона. Ецинь Цзы беспокоилась о том, что Чуму в одиночку попытается справиться с этим экстремальным небесным ледяным зверем, и решила последовать за ним. Они вдвоем сели на боевого облачного дракона и поспешно полетели в сторону северных льдов. Боевой облачный дракон действительно был маньяком сражений. После того, как Чуму кратко объяснил ему обстоятельства, он немедленно приготовился к полету и рвался в путь. Скорость боевого облачного дракона была чрезвычайно высокой. Они прибыли на к северным льдам за очень короткое время. Боевой облачный дракон был рангом выше даже призрачного короля. Когда этот темно-синий дракон медленно кружил в небе над ледяным городом, десятки тысяч людей закричали от ужасного изумления. Никогда в своей жизни они не видели дракона такого высокого ранга. Они чувствовали, что этот питомец мог бы легко испарить весь город, если бы захотел. Боевой облачный дракон не стал влетать во внутренний город. Вместо этого он приземлился в средней его части. Монстры перед ним были словно муравьи. Он считал пустой тратой времени беспокоиться о том, чтобы уничтожить их. Если ты все еще хочешь спать, то можешь вздремнуть здесь. Мы еще ждем прибытия группы людей. Предложил Чуму боевому облачному дракону. Тот примерно понял намерение Чуму, поэтому сложил крылья и просто лег среди многочисленных монстров. Этих крошечных существ легко было сдуть простым фырканьем боевого облачного дракона. Как только он занял средний город, они поспешно отступили в страхе. Когда Чуму и Ециньцзы прилетели во внутренний город, Муциньи уже ждала их в городской башне. «Циньцзы, ты тоже здесь?» Улыбнулась Муциньи. Муциньи и Ециньцы были довольно близки. Они часто проводили время вместе, когда были в божественной секте. Вопрос о том, что она поцеловала Чуму в уголок губ в день свадьбы, был известен только ей и Чуму, но она немного нервничала, когда сейчас столкнулась с Ециньцзы. Она все еще чувствовала себя виноватой перед ней. «Да, я считаю, что здесь много раненых», — сказал Ециньцзы. Когда рядом Ециньцзы, за исключением случаев мгновенной смерти, любой тяжелораненый без проблем будет спасен. Муциньи немедленно доставила Ециньцзы в лазарет. Принимая во внимание, что раненые были невысокого ранга, Ециньцзы попросил Бинли собрать их в одном месте. Большинство были солдатами, защищавшими город. Они и их питомцы получили раны разной степени тяжести. Поскольку город в настоящее время находится в закрытом состоянии, сильно ощущалась нехватка медикаментов. Скудное количество дрессировщиков поддержки, естественно, не могло вылечить более 10 тысяч раненых. Ециньцзы принесла достаточно лекарств. После того, как она передала пространственное кольцо чиновнику, она попросила этих тяжелораненых дрессировщиков вместе с их питомцами собраться вокруг, чтобы лично исцелить их. С ее нынешней силой она, очевидно, не стала бы исцелять их одного за другим. Девушка собрала их, чтобы использовать технику массового исцеления. Лепестки колокольчика чистого звука раскрылись и рассыпали вокруг розовую целебную пыльцу. Когда она проникала в их раны, они на глазах стали затягиваться. На пустой площади находилось по меньшей мере 10 тысяч раненых питомцев. 10 тысяч питомцев были осыпаны целебной пыльцой, и каждый из них начал поправляться с удивительной скоростью. Такая яркая техника группового исцеления совершенно поразила тех дрессировщиков поддержки, которые могли исцелять своих жертв только по одному. Оказывается, в этом мире существовала такая мощная техника исцеления, которая могла вылечить около 10 тысяч раненых питомцев за такое короткое время. Хватает только представить, как этот мощный питомец поддержки стоит на городской стене и рассеивает целебную пыльцу, как только накопится урон. Это же значит, что защищающаяся сторона получит бесконечное количество боевой силы. У-у-у-у. Порыв ветра растрепал волосы чуму, когда он спокойно стоял на городской башне. Он ждал уже некоторое время. Фигура, скачущая верхом на бушующем ветре, быстро приближалась к нему с горизонта. Когда она приблизилась к нему, бушующий ветер обернулся единорогом объединяющим ветер. Он был окружен своим собственным уникальным штормом, который был легким бризом, когда питомец спокоен, и свирепым ураганом, когда разозлен. Бородатый мужчина сидел на спине этого единорога объединяющего ветра. Он приземлился рядом с чуму и сказал, царь Чу, флот Новой Луны уже разбил лагерь на окраине города. Бородатый мужчина был лидером героем Юань Суём. Приняв командование флотом Новой Луны, он в очередной раз продемонстрировал свои удивительные лидерские способности. Флот Новой Луны стал второй по силе армии в их стране, а его имя взмыло высоко и широко разошлось в царстве Вечного Океана. Флот Новой Луны в настоящее время был разделен на внутренний и внешний. Основу его составляли владыки, которые развивались во дворцах. Благодаря постоянным исследованиям девяти священных регионов, правлению верховных над северной территорией и поддержке тайной империи Юша, эти три силы быстро увеличили мощь Дворца Новой Луны. У них были обильные ресурсы, и они могли легко развить бесчисленных экспертов ранга Владыка. По крайней мере, основные члены как Священной Стражи, так и флота в среднем достигли этого ранга. Чуму становился все сильнее, и вся Земля Новой Луны также быстро становилась сильнее вместе с ним. Они даже владели некоторыми ресурсами ранга Бессмертных. Чао Лэн Чуань, Еван Шин, Му Циньи и другие самостоятельно искали ресурсы, с одной стороны, в то время как Земля Новой Луны обеспечивала их ресурсами, с другой стороны, сила Чуму все еще оставалась в лидерах. Земле Новой Луны было трудно предоставить ресурсы для людей его уровня. Кроме того, Нин Маньер теперь также можно было рассматривать как личную принадлежность Чуму. Как преемница Древа Мессии, она могла обеспечить силу Чуму, поддерживая его быстрый рост. «Отдохните денек, мы отправимся завтра утром», — сказал Чуму Юань Суй. Тот кивнул и отправился на своем единороге объединяющего ветра обратно в лагерь. Во всей Земле Новой Луны, кроме Священной Стражи, только флот осмелился бы разбить лагерь во внешнем городе, который густо кишел монстрами. Ситуация в центре города была в основном стабильной, поскольку, вероятно, предстояла ожесточенная битва между флотом Новой Луны и монстрами, Ецинь Цзы, естественно, тоже отправиться с ними. Это могло бы свести потери к минимуму. Боевой облачный дракон расчищал путь, а флот следовал за ним. Моряки были облачены в яркие серебряные доспехи, они легко могли сливаться с белоснежным ледником. Пройдя множество ледяных гор и ледников, они столкнулись с тем, что численность монстров стала расти, что вынудило флот Новой Луны начать боевые действия до того, как они достигли великого ледяного горного хребта. Продвигаясь вперед, они оставляли за собой реки крови горы трупов. В свете яркого солнца это зрелище завораживало. Флот Новой Луны сохранял скорость продвижения к великому ледяному горному хребту. Трупы монстров остались позади, вымастив за ними кровавую дорогу. Глава 1603. Храбрость флота Новой Луны. Добрый день, уважаемый читатель. Пишу 12 сентября, в день выкладки данной главы. Я приношу огромные извинения за то, что вышел такой долгий перерыв в выкладке глав. По большей части это конкретно моя вина, потому что в моей жизни настал такой период, когда не хватает времени даже толком покушать, не то что взяться за перевод нашего, надеюсь, всеми любимого, а как иначе, полторы тысячи глав за спиной произведения. Мне искренне жаль. Был нарушен график выкладки глав, а потом и вовсе взял перерыв. Сейчас я приложу все усилия, чтобы до конца произведения мы не только вернулись к выкладке по две главы в день, но и не пропустили ни одного дня. Близится финал, и мы с нетерпением его ждем, потому что я читаю произведение по мере перевода, и мне финал также неизвестен. Благодарю за ваше терпение. С уважением и любовью, Левделл. На леднике было очень холодно. Незаметно для людей начал сыпать снег. Голубое небо постепенно исчезло, сменившись хаотичными порывами ветра и падающим снегом. Звук ревущего ветра был всем, что можно было услышать. Разбитые ледяные шипы иногда смешивались со снегом и скользили рядом, вонзаясь глубоко в ледяные камни поблизости. Преодолев снежную горную равнину перед флотом Новой Луны открылся пейзаж, от которого у них перехватило дыхание. Внутри неровного ледника устрашающе сверкали бесчисленные пары красных глаз. Это были глаза ледяных монстров. Эти дикие существа, видимо, почувствовали вторжение людей на их территории. Они яростно уставились в их сторону налитыми кровью глазами. С неба отчетливо доносились резкие крики ледяных птиц. Они продолжали хлопать крыльями, а их опадающие перья превращаться в снег. Эта метель, вероятно, была делом рук этих птиц. Флот Новой Луны обнаружил этих существ лишь тогда, когда они начали парить над ними. Чуму не ожидал, что эти ледяные монстры будут ждать их прибытия. Он бросил взгляд на свой флот и приказал. «Приготовьтесь к бою». Все начали петь и быстро призвали питомцев. Более тысячи существ ранга владыка заняла горную снежную равнину. Их аура блокировала падающий снег, создавая вокруг них особое защитное поле. Что это такое? Капитан флота указал на две светящиеся пещеры в том направлении, куда они двигались. Две пещеры были расположены на огромном горном хребте и от них исходило жуткое чувство. Внезапно эти две светящиеся пещеры слегка сдвинулись. В туманной метели люди отчетливо видели, что огромный горный хребет внезапно сдвинулся на один шаг вперед. Огромный размер этого нечто занимал весь их обзор. Оно шло прямо на них. Это был не горный хребет, а огромный ледяной зверь. Эти светящиеся пещеры на самом деле были его глазами. Экстремальный небесный ледяной зверь. Тело боевого облачного дракона можно было считать огромным в сравнении с большинством живых существ, но даже он существенно уступал гороподобному существу перед ними. Боже мой, что это за чудовище? Члены флота новой луны были явно поражены открывшейся перед ними сценой. Они уже бывали в бесчисленных царствах в Вечном океане и видели всевозможных морских существ. Однако они никогда не видели настолько же огромного морского монстра, как этот ледяной зверь. Экстремальный небесный ледяной зверь принадлежал к расе гигантов. Его спина была покрыта толстым слоем ледяной брони. Толстые ноги походили на горные колонны. Огромное туловище было размером с горный хребет. Двигаясь, он раздвигал все ледники, ледяные горы и скалы на своем пути, порождая ужасающую лавину. Вокруг ног экстремального небесного ледяного зверя было также бесчисленное множество других монстров ранга владыка. Каждый из них достигал в размерах более 100 метров. Однако, по сравнению с экстремальным небесным ледяным зверем, они казались обломками, которые раскидывало в стороны вместе с горами и скалами. МО. Экстремальный небесный ледяной зверь в этот момент открыл свою огромную пасть, и от этого действия сложилось впечатление, что ею он может проглотить половину неба. Его рев яростно разнесся сквозь снежную бурю и превратился в огромную лавину. Члены флота новой луны и раньше видели высокие волны, но они никогда не видели высокой лавины. Последнее определенно было во много раз страшнее первого. Боевой облачный дракон и я сразимся с этим экстремальным небесным ледяным зверем. Вам же нужно быстро убить этих ледяных монстров и птиц ранга владыка. Выйдя перед строем флота новой луны, чуму раздал указания. Лидер герой Юань Суй кивнул. Существо уровня экстремального небесного ледяного зверя не по зубам флоту. Они обязаны заняться монстрами и птицами, не дать этой армии вмешаться в битву между царем Чу и этим супер монстром. Циньцзы, поддержи их. Попросил чуму Ециньцзы, которая была рядом с ним. Флот новой луны был одной из основных сил их государства. Сражение против экстремального небесного ледяного зверя и его армии обещает быть тяжелым, так как их силы, можно сказать, равны. Флот новой луны, несомненно, в затянувшемся сражении понесет большие потери. Чуму должен максимально сохранить силу этой армии. Ециньцзы может свести число жертв флота новой луны к минимуму. Главное для них – это сохранять свою жизнь, и тогда боевая мощь армии не снизится. Не волнуйся, кивнула Ециньцзы. Она была одета в длинную белоснежную мантию из перьев. После того, как Чуму отдал приказ, флот новой луны занял боевое построение с Ециньцзы в центре. Каждый воин, который часто участвовал в сражениях, очень хорошо знал истинную важность дрессировщика поддержки. Они обязаны защитить ее, чтобы дольше действовать и лучше выступить в бою. После того, как Ециньцзы применила на всех ледяную броню, общая оборонительная сила всех владык увеличилась по меньшей мере на 30%. Это позволило многим существам со слабой защитой оказаться на одном уровне со сверкающими налитыми кровью глазами ледяными монстрами. Однако заклинания Ециньцзы на этом не закончились. Призвав колокольчик чистого звука, она продолжила пить. Это целебные лепестки. Они будут постоянно рассеиваться над вами. Если ваши питомцы пострадают, то постарайтесь укрыться в тех местах, где будет много этих лепестков. Они самостоятельно исцелят ваших питомцев. С помощью ментальных сил Ециньцзы сообщила это каждому члену флота. Они подняли головы и заметили, что снегопад закончился. Снежинки превратились в целебные лепестки прежде, чем они это осознали. Техника охватила действительно широкую область. Если их питомцев можно было вылечить, просто осыпав достаточным количеством лепестков в соответствии с тем, что сказала Ециньцзы, то это означало, что они могли получить исцеление в любой момент во время битвы. Две массовые техники явно укрепили уверенность членов флота Новой Луны. Их боевой дух также значительно усилился. Ну же, позволь мне сегодня искупаться в крови. Капитан флота завопил и уставился на этих атакующих монстров-айсбергов с сильным пылом. Он был довольно известным боевым маньяком в флоте Новой Луны. Он с юных лет скитался в одиночку между различными царствами океана и сделал кровожадность своей привычкой. После вступления во флот Новой Луны он, наконец, получил лучшую сцену для выступления и быстро вырос за короткий промежуток времени. Многие члены флота Новой Луны заключили духовный контракт с душой дьявола. Теперь их видовые ранги не препятствовали развитию. Более того, теперь они могут развиваться даже быстрее, чем расы более высокого ранга с других границ. Они действительно были элитой земли Новой Луны, бесстрашной и с горячей кровью. Их царь сражается против огромного зверя, так как же они могут ничего не добиться. Капитан взял на себя инициативу и бесстрашно бросился на монстра в ледяной броне, похожей на сталь, верхом на своем боевом дьяволе водной тени. Юань Суй увидел, как капитан выскочил из строя и слегка нахмурился. Ледяные монстры сильно превосходили их количеством. В этой ситуации для них было бы лучше всего поддерживать плотный строй и перехватывать врагов, проникших сквозь их ряды. Однако, если подумать, быть пассивными тоже не лучшая идея. Им необходимо совершать свои атаки, мощные и стремительные, чтобы это поддержало боевой дух их армии. И этот кровожадный сопляк был лучшим кандидатом для этого. Юань Суй решил позволить ему атаковать и вместе с этим повлиять на настрой всего флота Новой Луны. Царица, пожалуйста, помогите мне присмотреть за ним. В конце концов, он талантливый и волевой дрессировщик духовных питомцев, сказал Юань Суй Ециньцзы. Ециньцзы кивнула. Броситься в атаку, как это только что сделал капитан, естественно, сопряжено с большим риском. Как единственный дрессировщик поддержки на поле боя, ей тщательно отслеживать вот таких воинов, иначе их запросто порвут в клочья монстры. Битва разгорелась в одно мгновение. Первой искрой было столкновение между этим монстром в ледяной броне и капитаном. Люди с похожими характерами легко оказываются в одной команде. Даже у робких людей вспыхнет скрытое мужество, если их поведет такой бесстрашный капитан. Другие команды поддерживали плотный строй, в то время как команда берсерков и все ее члены следовали за своим капитаном и продолжали бесстрашно бросаться на монстров, бушующих вокруг строя. За короткое мгновение кровь эффектно окрасила всю эту белую равнину в красный цвет. Команда берсерков из 100 человек оказалась куда свирепей, чем ледяные монстры. Это был первый раз, когда Ециньцзы встретилась с флотом Новой Луны. Она знала, что эта армия была набрана в последние годы самим чуму. Трудно было представить, что армия, сформированная за такое короткое время, может обладать такой огромной боевой мощью. Команда берсерков была необычайно свирепой. Непонятно, были ли они абсолютно уверены в целебных способностях своей царицы, или же изначально были такой безрассудной командой. Они часто рисковали своими жизнями, чтобы прикончить монстра-владыку высокого класса. Ециньцзы в свою очередь не разочаровала команду берсерков. Монстры падали один за другим перед ними, среди трупов было много владык. Однако ни один член или питомец из команды берсерков не умер. Все они были спасены Ециньцзы. Было много случаев, когда все они верили, что их питомцы обязательно погибнут. Однако исцеление Ециньцзы каждый раз возвращало их к жизни. Это было похоже на воскрешение. В первую очередь, все члены флота Новой Луны были волевыми людьми. После того, как они стали свидетелями чудесных способностей Ециньцзы к исцелению, их боевой дух возрос еще выше. Если их можно спасти даже после того, как их разрежут на две-три части, тогда о чем им беспокоиться? Они могут убивать сколько души угодно. Глава 1604. Бой с небесным зверем ледяного мира. Запах крови стимулировал убийственные намерения флота Новой Луны и приводил в ярость этих ледяных монстров. Их и без того налитые кровью глаза стали еще краснее. Лед и снег превратились в острые снаряды под их контролем и продолжали поливать флот Новой Луны. Ледяная аура окутывала местность и сковывала движения военно-морских сил, а также делала их хрупкими. Многие духовные питомцы были разбиты на куски после того, как получили удар от ледяных монстров. По мере того, как число раненых продолжало увеличиваться, Ециньцзы призвала всех пятерых духовных питомцев и ни на мгновение не прекращала свое исцеление. То, что она должна была сделать, это спасти жизни столько людей флота Новой Луны, сколько могла. С другой стороны, катастрофа простиралась гораздо шире. Это было поле битвы бессмертных. Чуму и боевой облачный дракон были окружены десятью ледяными монстрами бессмертного ранга. Ледяной зверь небесного края полагался на свои огромные размеры, стараясь убить чуму и дракона. Боевой облачный дракон, ты первый. Я зачищу поле боя, сказал чуму. Тот кивнул и, расправив крылья, взревел. Ледяные птицы, парящие над ними, были сбиты боевым облачным драконом, когда он взлетел. Дракон был истинным правителем небес, и эти слабые птицы не имели права парить над ним. Боевой облачный дракон взлетел в окутанное градом небо. Он быстро взмахнул крыльями и создал вращающиеся воздушные потоки вокруг себя. Темно-синий ураган появился перед драконом, всасывая в себя град и ледяные обломки. Боевой облачный дракон гордо взревел. Темно-синий ураган, смешанный с дробленым градом, повернул свой путь к небесному зверю ледяного мира. Он оставался неподвижным и просто позволил урагану ударить по его телу. Толстый лед, покрывавший его тело, был разрушен ураганом. После того, как лед отвалился, открылась шкура этого монстра. Его кожа была похожа на замерзшую скалу. Он ничем не отличался от большинства ледников. Однако на его толстой ледяной броне возвышались острые ледяные шипы. По сравнению с размером человеческого тела, эти ледяные шипы были похожи на острые горы. Его спину эти шипы покрывали бесконечным лесом. Ураган боевого облачного дракона только обнажил накопившийся снег на его спине. Тело небесного зверя ледяного мира прямо сейчас было полностью обнажено. Его аура и угрожающие характеристики могли легко сокрушить разум человека. Небесный зверь ледяного мира яростно взревел. Проспав несколько тысяч лет, он почти забыл, каково это – сражаться. Ярость и злоба накапливались за тысячи лет в его огромном теле. Он не желал служить под чьим-то началом. После пробуждения он захотел обратить все вокруг в ледяной снежный мир. Он хотел, чтобы ледяной снег правил всем миром. Первоначально такие земли занимали две трети площади планеты. Повсюду можно было увидеть красивые пейзажи ледяных скал, айсбергов и снега. Однако после того, как он уснул, земля полностью изменилась. Жгучий солнечный свет, который вызывал у него чувство разочарования, раздражающие зеленые растения, покрывающие землю, даже ветер нес горячий воздух. Как это можно назвать миром без льда и снега? Как он мог дышать без холода на ветру? Земля спустя несколько тысяч лет заставила небесного зверя ледяного мира почувствовать разочарование и гнев. Более того, эта земля, которая первоначально принадлежала ему, попала в руки этих крошечных людишек. Их города были построены повсюду, в то время как их ледяная снежная раса могла жить только в этом крошечном северном ледяном запретном регионе. Это было невыносимо. Когда раса снежного льда процветала, эти люди были всего лишь гостями на его землях, и при том не слишком желаемыми. Как они могли занять эту землю и стать здесь хозяевами? Он продолжал реветь, чтобы сказать этим людям, что он вернет свою территорию. Небесный зверь ледяного мира обладал высоким интеллектом. Он понимал, что эти люди перед ним были нынешними правителями этих территорий. Если их всех убить, то возвращение ледяного края было всего лишь вопросом времени. Лед и снег в конце концов покроют всю землю. Его красные, похожие на пещеры глаза яростно уставились на боевого облачного дракона, который осмелился бросить вызов его власти. После того, как он окаменел на тысячи лет, боевой дух небесного зверя ледяного мира совсем не остыл. Скорее, сейчас воплотилось то, чего он желал больше всего. Он поднял свой огромный ледяной коготь и ударил. Снег и град прямо перед боевым облачным драконом превратился в точную копию огромного когтя и ударил его в грудь. Дракон был сбит на землю этим ударом. В замерзшей земле осталась огромная вмятина, а большое количество ледяных монстров провалилось в трещины, образовавшиеся от удара. Небесный зверь ледяного мира не закончил свою атаку. Он поднял другую лапу и сделал хватательное движение когтями. Холодный свет конденсировался в его когтях, и окружающий лед и снег мгновенно превратился в длинное копье. Копье выглядело как колонна, соединяющая небо и землю. Наконечник нельзя было увидеть невооруженным глазом, так высоко он был. Когда небесный зверь ледяного неба снова взревел, он бросил это копье в сторону впадины. Земля треснула, когда ледяное копье коснулось земли. Из углубления выплеснулось огромное количество крови. Было непонятно, это была кровь боевого облачного дракона, в которого попало копье, или это были останки ледяных монстров, которых раздавило. Небесный зверь ледяного мира на этом не закончил. Он поднял голову и применил древние заклинания ледяного снега. В небе одна за другой появлялись и обрушивались вниз ледяные горы. Небесный зверь ледяного мира не дал боевому облачному дракону ни единого шанса выползти из кратера и явно намеревался убить его. Когда эти ледяные горы врезались в землю, появилось еще больше трещин. Морская вода из далекого ледяного моря каким-то образом добралась сюда и выплеснулась ледяным родником. С неба тоже капли ледяного дождя. На соседнем поле боя Чуму с беспокойством взглянул на битву между небесным зверем ледяного мира и боевым облачным драконом. Он увидел голубую фигуру, выпрыгнувшую из грязного ледника, и драконьим рогом оттолкнул небесного зверя ледяного мира. Отбросив противника, боевой облачный дракон немедленно взлетел, чтобы держаться на расстоянии. Чуму видел кровь, вытекающую из раны на спине боевого облачного дракона. Он был свидетелем силы этого зверя. В долине печати даже возвышенные и мастера врат не могли бы сравниться с ним. Что шокировало Чуму, так это то, что небесный зверь ледяного мира был еще более сильным, чем боевой облачный дракон. Он уже ранил дракона, а ведь их битва продолжалась не более нескольких минут. Джанье, ночь, малыш, затаившийся дракон, призрачный король, вперед. Чуму призвал еще четверых питомцев. Кроме небесного зверя ледяного мира, было 10 бессмертных ледяных монстров. Теперь, когда боевой облачный дракон оказался в невыгодном положении, Чуму пришлось оказать помощь раньше, чем ожидалось. Ледяных монстров бессмертного ранга можно было оставить только этим четверым. Сила ночи приближалась к рангу низкого бессмертного. После этой битвы Чуму мог позволить Нин Маньер помощь ночи укрепиться и развиться. Первоначальная сила Джанье была невелика, однако позже он сможет продемонстрировать силу низкого бессмертного. Сражение с двумя-тремя бессмертными ледяными монстрами – не проблема. Маленький затаившийся дракон больше всего нуждался в сражениях. Он должен был продолжать пожирать души. Призрачный король обладал преимуществом атрибутов. Камень против льда – то же самое, что лед против огня. Идеальное подавление атрибутов. После этой битвы призрачный король снова получит массу преимуществ. Чуму был уверен в своих духовных питомцах. Они преуспели бы даже в ситуации 4 на 10. Кроме того, Ециньцзы поддерживала флот новой луны на равнине неподалеку. Если его питомцы столкнутся с какой-либо опасностью, она, несомненно, позаботится о них. Отправив своих питомцев в бой, Чуму взлетел в небо и направился к огромному небесному зверю ледяного мира. По сравнению с боевым облачным драконом и небесным зверем ледяного мира, Чуму можно было считать крошечной, как пылинка. Дьявольский огонь горел вокруг тела Чуму, четко разделяясь на черное и серебряное. Дьявольский огонь Чуму горел не так ярко, как казалось из-за воздействия холода. Пространство Дьявольского огня также не могло распространиться в этом леднике. Чуму сам сделал оценку. В этой холодной обстановке его сила была подавлена по меньшей мере на треть. Кроме того, небесный зверь ледяного мира был элементальным питомцем с чистым атрибутом льда. Это действительно была головная боль для Му, обладавшего атрибутом огня. Черно-белый огненный дракон дьявола пролетел в воздухе и ударил в голову небесного зверя ледяного мира. Два типа дьявольского огня взорвались прямо у головы небесного зверя ледяного мира, от чего куски льда посыпались вниз. Небесный зверь ледяного мира покачал головой и сердито посмотрел на чуму за то, что тот напал на него. Чуму отлетел немного назад и увернулся от копья, брошенного этим монстром. Молодой мастер ущерб, который может нанести дьявольский огонь, незначителен, сказал старый ли. Эти два дьявольских огненных дракона ничуть не уступали по силе удару боевого облачного дракона. Однако небесный зверь ледяного мира был совершенно невредим, несмотря на то, что удар пришелся ему в голову. Отчасти это было связано с его надежной защитой, отчасти из-за силы. Атрибут небесного зверя ледяного мира – абсолютный лед. Методы с атрибутом огня почти не имеют эффекта против него, сказал очевидный старый ли. Это и было причиной, по которой чуму призвал боевого облачного дракона. Из-за сильного подавления атрибутов эта битва была бы настоящей болью без помощи боевого облачного дракона. Глава 1605. Массивное ледяное тело. Иммунитет. Чуму никогда не видел ни одного существа, обладающего иммунитетом. Иммунитет означал, что определенный атрибут будет совершенно неэффективным. Чуму видел такую способность только в документах, но никогда не встречал ни одного существа, полностью невосприимчивого к атакующим техникам, особенно когда оба они одного ранга. Черный дьявольский огонь чуму порождает невероятный сжигающий эффект, в то время как серебряный дьявольский огонь уничтожает душу врага, значительно ослабляя его. Поскольку этот небесный зверь ледяного мира невосприимчив ко всем типам огня, огненная техника чуму совершенно бессмысленно против него. Таким образом, чуму обуздал свой черный и серебристый дьявольский огонь. В сражении ему придется опираться на свои атрибуты тьмы и иной. Молодой господин, его защита также очень прочная. Его чешуя, по крайней мере, в пару раз толще, чем у боевого облачного дракона, сказал старый ли. Высокоранговые виды ледяного типа опираются на свою превосходящую родословную и вряд ли имеют какие-либо слабости. Это касается и небесного зверя ледяного мира. Он не только полностью невосприимчив к техникам типа огня, но и имеет ужасающую своей непробиваемостью защиту, сравнимую с таковою существ типа камень. Боевой облачный дракон едва сможет пробить его броню своим острым драконьим рогом. Мировые темные дьявольские мечи. Чуму держался на расстоянии от небесного зверя ледяного мира. Он поднял ладони, и окружающая тьма немедленно сгустилась в темные дьявольские мечи. Эта техника происходит от мировых дьявольских мечей. Принимая во внимание то, что дьявольский огонь не может причинить вреда небесному зверю, чуму использовал в ней не пламя, а чистейшую тьму. Техники тьмы всегда игнорировали защиту. Можно сказать, что атрибут тьмы – это проклятие подобных существ. Множество темных дьявольских мечей левитировало вокруг чуму. Они были совершенно черными, источая безжалостную ауру и жуткую печать меча. Эти темные дьявольские мечи взлетели под контролем чуму и устремились в небесного зверя ледяного мира. Враг обладал колоссальным телом. Чуму не нужно было даже целиться, чтобы попасть в него. ССС, ССС, ССС. Мечи вонзились в грудь и живот небесного зверя ледяного мира и полностью погрузились в его броню. Было видно, как из точек попадания во все стороны поползли кольца черной разъедающей силы. Скорость распространения тьмы более чем дюжины мечей была чрезвычайно высокой. Они мгновенно разъели ледяную броню на груди и животе зверя до черна, словно она была чем-то заражена. Боевой облачный дракон ловко ухватился за этот шанс и сильно взмахнул крыльями, превратившись в голубую вспышку. Из-из-из-из-из-из-э. Боевой облачный дракон пронесся мимо небесного зверя. Он вытянул свои острые когти и полоснул вдоль тела врага. Из-за удара раздался резкий металлический скрежет. О! После размашистого удара когтей боевой облачный дракон сделал резкий поворот и хлестнул своим длинным, похожим на молот хвостом по телу зверя. Этот хлесткий удар пришелся точно в царапины от когтей. На броне вокруг груди и живота зверя появилось множество трещин. Они расползались от царапин, оставленных когтями. Атака боевого облачного дракона была подавляющей. Как только сила тьмы чуму оказала разрушительное воздействие на броню небесного зверя, эта комбинация из двух ударов полностью разрушила его броню и обнажила его настоящую кожу. Чуму даже разглядел, как деформировались кости небесного зверя ледяного мира. Это доказывало, насколько мощным был удар хвостом. Боевой облачный дракон нанес тяжелый удар в рук. Чуму нацелился на ослабленное место и превратил свою ладонь в коготь дьявола. Он нанес удар ладонью в воздухе, и пространственный коготь дьявола выстрелил прямо в брюхо небесного зверя ледяного мира. Оно было похоже на огромный горный экран. Пространственный дьявольский коготь чуму уже имел широкий диапазон ударов, но, видимо, в этот раз ему не хватило силы. Чуму снова запел. Заклинание в этот раз было немного длинным. Накопленная сила расколола пространство на части. Появился пространственный клинок в форме рога. В нем даже едва проглядывались бесчисленные пространственные лезвия, быстро вращающиеся внутри рогообразной техники. Снова раздался металлический режущий звук. Пространственный разрыв разорвал шкуру небесного зверя. Сквозь рваные раны обнажились кости, похожие на ледяные столбы внутри его тела. Молодой господин, войдите! Крикнул старый Ли, что войти? Спросил чуму в замешательстве. Войди в его тело. Небесный зверь обладает необычайной живучестью. Даже если ваши атаки смогут победить его, вы не сможете помешать ему сбежать. Поэтому лучший способ убить его, проникнуть в его тело, чтобы полностью уничтожить его сердце, кристалл и духовное ядро. В противном случае, среди этих льдов это чудовище будет непобедимо. Объяснил старый Ли. Старый Ли обладал некоторыми знаниями о небесном звере. Это существо не умрет из-за того, что его броня разлетится в дребезги. Что еще более важно, он может поглощать заморозку, чтобы восстановить сломанные части своей брони. С такой скоростью все зашло бы в тупик. Чуму обернулся и бросил взгляд на флот Новой Луны. Армия все еще сохраняла свой строй. Однако ледяные монстры окружили их. Пока небесный зверь жив, эти монстры продолжат атаковать. Флот Новой Луны не сможет убить их всех. После небольшого колебания Чуму решил рискнуть. Он выполнил призрачное смещение, когда на теле небесного зверя открылась большая рана и прорвался внутрь. Эта рана была для Чуму как пещера в ледяной горе. Как только он подлетел ко входу в пещеру, он почувствовал пробирающий холод. Нормальные питомцы не способны породить такой холод. Из-за него даже Чуму едва не отступил. Чуму врезался в тело небесного зверя, стиснув зубы. Было ощущение, словно он вошел в сложную глубокую пещеру. Повсюду валялись кости. Они соединялись вместе, как сталактиты, образуя сеть, похожую на лабиринт, и простирались глубоко в тело зверя. Хитрый человек. Громовой голос эхом отозвался в теле небесного зверя ледяного мира. Эта звуковая волна отразилась в голове Чуму и почти разрушила разум. Он поспешно наложил на себя пространственный барьер и изолировал эту ударную волну. После того, как голос постепенно затих, Чуму внезапно осознал проблему. Этот небесного зверя ледяного мира может говорить. И он говорил на человеческом языке. Чуму надолго выпал из реальности и не мог понять, почему этот небесный зверь может говорить на человеческом языке. Молодой господин, у многих существ высшей расы есть свои собственные цивилизации. Точно так же, как некоторые люди хорошо владеют языком других рас, некоторые существа понимают человеческий язык. Однако немногие питомцы выучили его. У этого небесного зверя должно быть богатое прошлое. Сказал Старый Ли. Старый Ли, словно забыл в своих объяснениях, что он и сам духовный питомец, который говорит на человеческом языке. Чуму был весьма удивлен. Однако он не мог проявить милосердие только потому, что этот небесный зверь может говорить на человеческом языке. Печать покорения небес. Чуму поднял руку и применил технику пространственного разрыва прямо в теле небесного зверя. Печать покорения небес не чистая пространственная техника, в ней присутствует разъедающий элемент тьмы. Она принадлежит черному кошмару, и куда более сильная, чем разрушающая небеса печать. После того, как Чуму поднял ладонь вверх, полосы ужасающих печатей появились внутри тела небесного зверя. Они пронзили кости, раздробив их. Мо. Небесный зверь издал страдальческий рев. Для него это было сродни сотням бритвенно-острых лезвий, вращающихся внутри его скелета. Даже элементали, не имеющие понятия об органах, не могли вынести такой боли. Я запечатаю тебя во льдах. Небесный зверь взревел на человеческом языке, но голос прозвучал как гром, разразившийся рядом с ушами Чуму. Глаза обезумевшего зверя стали кроваво-красными. Он выдержал сокрушительную боль в костях и открыл свой похожий на пещеру огромный рот, чтобы втянуть холодный воздух. Ху-ху-ху-ху-ху. Яростный ветер бушевал в его черном как смоль теле. Изначально невероятно холодные внутренности этого существа с этим холодным воздухом заставили тело Чуму покрыться толстым слоем иния. Молодой господин, не будьте жадным. Здесь вам нельзя задерживаться надолго. Тут же напомнил Чуму Старый Ли. Чуму знал, что пришло время бежать, и Старому Ли не нужно было ему об этом говорить. Если бы он действительно был заморожен внутри тела этого небесного зверя, он не сможет убежать, пока не умрет. Само пространство было почти заморожено холодным воздухом. Чуму не мог телепортироваться наружу. В кромешной тьме только одно пятно излучало свет. Это была рана, которую Чуму и Боевой Облачный Дракон создали, объединив усилия. Молодой человек полетел к свету. У-у-у-у-у-у-у-у-у. Хлынул леденящий воздух, и кожа Чуму начала замерзать. Если существо огненного типа будет заморожено таким пробирающим до костей холодом, это будет крайне вредно для организма. В то же время Чуму также чувствовал, как в его душу вторгается ледяной яд. Глава 1606. Совместное дело. Внезапно свет, который сиял впереди него, накрыла огромная тень. Все вокруг резко потемнело. Он пытается закрыть меня внутри. Небесный зверь использовал лапу, чтобы закрыть рану, и мысленно начал проклинать его. Сначала он не хотел, чтобы Чуму вошел внутрь себя, а теперь он не хочет, чтобы Чуму ушел. С течением времени холод внутри становился все более и более сильным. Ледяной яд также проникал в душу Чуму. Дьявольский огонь в теле Чуму быстро угасал. Если его душа будет заморожена, то это будет его смертью. Чуму попытался использовать свою пространственную технику, чтобы разорвать тело небесного зверя. Но оно было крепким, как скала. Чуму оставлял лишь царапины на его поверхности, сколько бы сил ни прикладывал. Небесный зверь испытывал сильную боль от ранения изнутри, но продолжал непрерывно вливать холодный воздух в свое тело. Если он сможет заморозить этого проклятого человека внутри, то тот станет не более чем мелким паразитом в его теле. Ни на что он повлиять больше не сможет. На самом деле, судя по пропорциям его тела, Чуму понял, что он был даже меньше, чем те ледяные черви в животе небесного зверя. Более того, паразиты, которые находятся внутри небесного зверя, вовсе не казались слабыми. Конечно, Чуму сейчас беспокоится не об этом. Ему нужно быстро придумать, как покинуть тело этого существа. Ледяной яд уже наполовину проник в душу Чуму. Он бросил взгляд на то место, куда ударил. Кажется, ему потребуется гораздо больше силы, чтобы прорваться. Бам! Как раз в тот момент, когда Чуму почувствовал беспокойство, пара драконьих рогов внезапно с силой просверлила эту трещину. Рога дракона пронзили шкуру зверя и оставили в ней большую дыру. Чуму был удивлен, когда увидел это и поспешно выбрался наружу. Мо! Небесный зверь взвыл от боли. Его огромное тело яростно задрожало. После того, как Чуму вылетел, он развернулся и сразу же бросил во врага темный пространственный шар. Темный пространственный шар влетел в тело зверя и яростно взорвался, вонзившись в скелет. Взрыв породил ужасающую разрушительную ударную волну внутри его тела. Кости небесного зверя начали разрушаться. Это выглядело так, как будто ледяная пещера рухнула, и все погрузилось в хаос. Тело небесного зверя яростно затряслось. Приглушенный крик вырвался из его пасти. Даже воздух, который он выдыхал, нес в себе энергию тьмы. В безумной ярости он принялся размахивать лапами, беспорядочно атакуя во все стороны. Ледник превратился в месиво, и со всего неба посыпались бесчисленные острые ледяные шипы. Чуму и боевой облачный дракон немедленно разорвали дистанцию. Небесный зверь в настоящее время свирепствовал. Им не нужно было противостоять ему. Отойдя на некоторое расстояние от него, Чуму внезапно почувствовал, как на его спине засиял жгучий свет. Тепло спокойно просочилось в его тело со спины, медленно проникая в душу. Холод в его теле и душе постепенно рассеялся, заставив Чуму вскоре почувствовать приятное тепло. Чуму обернулся и посмотрел в заснеженное небо. Он увидел, как Яциньцзы улыбается ему издалека. Над Яциньцзы в небе спокойно висело существо, похожее на солнце. Тепло, которое растопило в нем холод, исходило от него. Чуму знал, что это был глаз Ярова Янь, самый сильный питомец поддержки Яциньцзы на данный момент. Глаз Ярова Янь не только рассеял холод в теле Чуму, но и оставил после себя постоянно горящие пламя. Его температура создавала устойчивый защитный эффект, а также защищала от окружающего холода. Сила Чуму незначительно упала из-за давления окружающей среды. Сияние этого глаза Ярова Янь сумело свести на нет это подавление. Чуму наконец-то удалось восстановить свою обычную силу. Прошло много времени с тех пор, как Чуму обращал внимание на уровень развития Яциньцзы. Он не ожидал, что ее глаз Ярова Янь достигнет такого уровня силы. В другой ситуации глаз Ярова Янь смог бы значительно увеличить силу Чуму. Эффект такой поддержки очевиден. Небесный Зверь получил тяжелые повреждения, Чуму и Боевой Облачный Дракон быстро провели еще одну совместную атаку. Они использовали ту же тактику разрушения брони, используя свойства тьмы, а затем сразу же начали тяжелые атаки. После нескольких столкновений Небесный Зверь был изрешечен ранами и дырами. Особенно в области живота они могли видеть сквозь него сломанные кости. Небесный Зверь также извлек урок из их схемы атаки. Он больше не нападал прямолинейно. Питомец продолжал использовать свою броню из панциря на спине, чтобы защититься от Боевого Облачного Дракона и техник Чуму. Они должны были признать, что панцирная броня на спине зверя была в несколько раз толще, чем вокруг груди и живота. Независимо от того, как Чуму использовал коррозию тьмы, он не мог ослабить толстую броню на его спине. Любая атака, которая обрушится в это место, вряд ли сможет нанести какой-либо урон. Как только Небесный Зверь видел начало крайне разрушительных техник Боевого Облачного Дракона и Чуму, он немедленно ложился на землю и использовал броню на спине, чтобы защитить свое тело. Все атаки против него стали неэффективными. Это что? Сочетание атрибутов Камень и Лед. Чуму чувствовал себя немного беспомощным перед этой броней. Существа ледяного типа, безусловно, были искусны в защите. Однако защита небесного зверя, где его ледяной панцирь явно выдерживал, как бы они ни атаковали, была для них настоящей головной болью. Вид гигантов все такие, особенно те из них, кто обладает высшей родословной. Помимо того, что они приобрели многие особенности типа Зверь, эти существа получают защиту, ничем не уступающие Каменному Атрибуту. Этот парень классический пример сильнейшего представителя вида гигантов. Объяснил Старый Ли. Призрачный король Чуму гигант Каменного типа. Его защита настолько прочна, что даже меллион ледяных монстров не нанесут ему вреда. Однако, в конце концов, его защита все равно уступает Небесному Зверю. Если питомец Чуму сможет достигнуть уровня защиты Небесного Зверя, то станет непревзойденным существом на всем континенте Чжанмин. Небесный Зверь стал самым неприятным противником, с которым сталкивался Чуму. Вспомнив, что это всего лишь подчиненный древнего дракона, в его сознании замаячило предчувствие опасности. Если Небесный Зверь настолько могущественный, то каким будет древний дракон? Циньцзы, может ли твой глаз Яроваян растопить этот лед? Быстро спросил Чуму с помощью телепатии. Нет, лед там слишком толстый. Ранг кристалла льда также довольно высок. Мой глаз Яроваян может растопить только часть ледяного тела. Ответила Ециньцзы. Тогда расплавьте как можно больше. Решительно сказал Чуму. Хорошо. Ециньцзы кивнула и бросила взгляд на своего питомца. Глаз Яроваян повис высоко в небе и начал распространять повсюду свой пламенный свет. В свете, казалось, были какие-то корни, тянущиеся от питомца и пронзающие замерзшую землю. Глаз Яроваян был существом типа растения. Такие питомцы в целом обладают слабой боевой силой, но они мастера создания доменов. Когда пылающие лучи корни распространились по леднику, было ясно видно, как белый водяной пар поднимается из толстого льда. Лед медленно таял. Ослепительный свет не только добавил тепла, но и заставил всех ледяных монстров в окрестностях почувствовать неприятный блеск. Скорость распространения техники Глаз Яроваян нельзя назвать высокой. Те ледяные монстры, которые обладали преимуществом в экстремальном холоде, поначалу не заботились о таком тепле. Однако по мере того, как битва продолжалась, лед постепенно таял, а температура начала расти. Это постепенно стало сказываться на силе этих ледяных монстров. Среди льдов эти питомцы усилились пропорционально снижению температуры окружающей среды. Но стоило только потеплеть, и их сила значительно ослабла. Это ослабление относилось ко всей группе. Даже небесный зверь был ослаблен без преимущества окружающей среды. Чем дальше распространялись владения Глаза Яроваянья Циньцзы, тем лучше он может контролировать окружающую среду. Ледник постепенно начал таять, повсюду виднелись реки и озера. Небесный зверь больше всего ненавидел жару. Когда его идеальный ледяной мир превратился в воду прямо у него на глазах, питомец пришел в крайнюю ярость. Мо. Открыв пасть, небесный зверь выпустил леденящий ветер, который быстро пронесся по всему ледниковому миру. Любое место, которое было подхвачено леденящим ветром, снова быстро замерзало. Начавшийся снегопад принялся подавлять свет глаза Яроваянь. В конце концов, Глаз Яроваянь не мог соперничать с силой небесного зверя. Дыхание последнего снова понизило температуру и сделало окружающую среду еще холоднее, чем раньше. Чуму и боевой облачный дракон с нетерпением ждали этой атаки небесного зверя. Чуму начал петь первым, и перед ним появились врата тьмы. Открывшись, они выпустили море черных птиц. Вороны апокалипсиса зловеще захлопали крыльями и вылетели из врат тьмы, устремившись к телу зверя. Эти темные вороны не обладали никакими реальными атакующими способностями. Их целью стали раны небесного зверя. Как только темная ворона проникала в рану, будь это даже малейшая царапина, она начнет безостановочно расти. Вороны, которые проявились из энергии тьмы, сбивались в стаи. Они были крошечными, как комары в глазах небесного зверя. Однако они могли свободно проникать в его раны и продолжали разъедать его кожу цвета льда до черного цвета. Его раны также быстро открывались. Казалось, что эта стая голодных ворон пировала на коже и плоти небесного зверя. Боевой облачный дракон довольно хорошо скооперировался с чуму. Когда тот открыл врат тьмы, боевой облачный дракон собрал свою силу в своих темно-синих крыльях. Как только коррозия тьмы достигла подходящего состояния, боевой облачный дракон засиял синим светом, и все его тело превратилось в крылатые лезвия, быстро приближающиеся к небесному лязг. Этот удар решительно разрезал брюшную полость небесного зверя и разрубил его твердые тазовые кости, пока не дошел до брони на спине. Этот разрез подкосил зверя, и огромные, похожие на гору тело медленно соскользнуло вниз и рухнуло. Глава 1607. Кристалл души среднего бессмертного с атрибутом льда. Двойное темное погребение. Чуму закончил еще одно заклинание. Огромный курган стал возникать вокруг небесного зверя ледяного мира. Черные и белые вспышки окутали все тело зверя. Дьявольский огонь взметнулся вверх. Двойной дьявольский огонь быстро пронесся по леднику. Небесный зверь ледяного мира сам по себе мог свести на нет огненные техники, но это не означало, что все остальные ледяные монстры тоже могли противостоять дьявольскому огню. Дьявольский огонь распространился в мгновение ока и сжег десятки тысяч монстров в пепел. В центре кургана бурлящий дьявольский огонь быстро сжигал тело упавшего небесного зверя ледяного мира. Упавший зверь уже не мог полностью сопротивляться огню. Дьявольское пламя в заточении кургана было в несколько раз сильнее. Чрезвычайно болезненный и сердитый рев небесного зверя ледяного мира был отчетливо слышен изнутри кургана тьмы. Разделенное пополам чудовище еще не погибло. Он отчаянно боролся изо всех сил и поднимал одну ледяную волну за другой. Дьявольский огонь чуму на самом деле не мог нанести ему существенного ущерба, но заключения кургана тьмы было достаточно, чтобы поймать его в ловушку. Он не сможет сбежать в такой ситуации. Вдалеке флота новой луны также были крайне уставшими после сурового сражения. Ледяные монстры уже не были такими свирепыми, как поначалу, так что у них наконец-то появилась возможность передохнуть. Тем временем впереди, на горизонте, огромный курган давил на землю и подавлял огромного ледяного зверя. Такая удивительная сцена заворожила всех членов флота новой луны. Трудно было представить, что такая необычайная сила исходила от одного человека. После того, как небесный зверь ледяного мира был подавлен, ярость остальных монстров почти сошла на нет. Они больше не осмеливались безрассудно бросаться в атаку и сражаться, не заботясь о своей жизни. Огромная сила и свирепость этих монстров частично исходили от небесного зверя ледяного мира. Как только он был заключен в тюрьму, их сила сильно упала. Кроме того, большинство ледяных монстров чувствовали, что их император быстро теряет свою жизненную силу. Внезапно огромный курган тьмы взорвался. Бесчисленные осколки разлетелись крупной шрапнылью. Тело небесного зверя ледяного мира внутри кургана было буквально разорвано на части этим ужасающим темным взрывом. Куски его тела были разбросаны повсюду. Куски плоти небесного зверя ледяного мира были похожи на огромные замерзшие скалы. Голова небесного зверя ледяного мира покатилась в сторону флота новой луны, и едва не раздавила их. Она оставила глубокую впадину прямо перед ними. Половина его тела все еще оставалась на прежнем месте. Она, шатаясь, тащилась вперед, явно не желая падать. Его толстая и прочная панцирная броня все еще оставалась на спине, и на ней не было даже царапины. Несмотря на то, что его верхняя половина буквально разлетелась на куски энергии тьмы, он все еще отчаянно двигался вперед, не желая умирать. Каждый шаг, который делал небесный зверь ледяного мира, легко гасил скопление пламени, горящего на земле у его ног. Это был мир льда, который принадлежал ему. Он не собирался позволять пламени гореть на своей территории даже после своей смерти. Увидев этого монстра, у которого нижняя часть тела все еще шла вперед, члены флота Новой Луны резко вздохнули. Возможно, только царь Новой Луны мог справиться с таким нелепым монстром. В конце концов, небесный зверь ледяного мира упал. В ту же секунду его тело рассыпалось осколками льда и хлопьями снега. Весь оставшийся дьявольский огонь был потушен снегом. После того, как огромное чудовище превратилось в безжизненную кучу замерзшей воды, весь мир, казалось, внезапно успокоился. Глаза ледяных монстров постепенно возвращались к нормальному цвету. Многие из них даже уменьшились в размерах. Было ясно, что импульс, который они получили от небесного зверя ледяного мира, исчез вместе с его смертью. Без правителя эти монстры снова стали обычным стадом монстров, и они поспешно начали убегать на север. Чуму не отдавал приказа преследовать их. Существование династии Северного Льда имело решающее значение для страны Новой Луны. Как только династия Северного Льда исчезнет, другие династии в запретном регионе могут вторгнуться и вызвать еще большие беспорядки в стране. Боевой облачный дракон приземлился на останки небесного зверя ледяного мира и гордо взревел, высоко подняв голову. После того, как он победил могущественного врага, боевой облачный дракон всегда будет дико рычать именно так. Однако Чуму мог сказать, что дракон был серьезно ранен на этот раз. Большие участки его драконии чешуи были разбиты в дребезги. Рана на его спине все еще кровоточила. Различные части его тела пострадали от обморожения и ледяного яда. После того, как он взревел, боевой дракон смиренно лег на землю, часто дыша. Сам Чуму не сильно пострадал. Во-первых, потому что его трансформация в дьявола значительно увеличила его силу, и неуклюжий небесный зверь ледяного мира не мог попасть по нему. Во-вторых, боевой облачный дракон принял на себя основную тяжесть атак. «С тобой все в порядке?» Ециньцзы подлетела и обеспокоенно спросила Чуму. «Сначала вылечи боевого облачного дракона», — ответил Чуму. Девушка кивнула. Здесь ее глаз Яроваянь был как нельзя кстати. Флот Новой Луны остановился на отдых вокруг Чуму. Войны, которые не слишком устали, немедленно начали расчищать поле боя. Трупы, разбросанные повсюду, означали, что повсюду были из сокровища. Эти ледяные монстры были далеко не низкого ранга. Это сражение принесло большую прибыль флоту Новой Луны. Они не только улучшили свою силу, но и теперь могли собрать множество кристаллов души и ядер души. Молодой господин, там есть кое-что хорошее. Внезапно из-под кучи снега донесся голос Старого Ли. Глаза Чуму сверкнули. Старый Ли, естественно, не заинтересовался бы трупами ледяных монстров. Он рылся в останках небесного зверя ледяного мира. Для монстра уровня небесного зверя ледяного мира, если бы от него что-то осталось, то это определенно был бы духовный предмет бессмертного ранга. Покажи, Чуму подошел ближе. Тощий Старый Ли вытащил из кучи снега сверкающий ледяной кристалл. Этот кристалл был таким же прозрачным, как обычный кристалл, но при этом излучал так же, как нефрит. Ледяной оттенок, который он испускал, оставался на определенном расстоянии. Казалось, что он накапливает огромное количество энергии и не планирует рассеивать ее в ближайшее время. Что это? Спросил Чуму. Духовный кристалл. Взволнованно ответил Старый Ли. Чуму на мгновение удивился. Этот ледяной кристалл уже достиг размеров взрослого мужчины. Чуму никогда раньше не видел такого большого духовного кристалла. Среди всех духовных питомцев, независимо от их размера, духовные кристаллы и ядра души обычно были такого же размера, как человеческое сердце. Чуму никогда раньше не видел духовного кристалла размером с человека. Кристаллы питомцев с атрибутом льдовозрастом в тысячу и более лет обычно такие. Энергия, находящаяся внутри, чрезвычайно велика. Если молодой господин правильно использует этот кристалл, то ваша фея ледяного воздуха может легко совершить скачок в развитии. Объяснил Старый Ли. К какому классу относится этот духовный кристалл? Спросил Чуму. В данный момент я не могу точно сказать. Этот небесный зверь ледяного мира, средний бессмертный, его духовный кристалл, естественно, тоже должен быть ранга среднего бессмертного, сказал Старый Ли. Средний бессмертный. Только те существа уровня мастероврат, которые существовали на человеческих территориях, обладали питомцами среднего бессмертного. Вот как трудно было найти ресурсы ранга среднего бессмертного. Подумать только, что смерть небесного зверя ледяного мира преподнесет Чуму такой шикарный подарок. Фея ледяного воздуха молодого господина еще не достигла ранга бессмертного. Вы не можете использовать этот духовный кристалл на ней сейчас. Энергия внутри может убить ее, сказал Старый Ли. Да, кивнул Чуму. Только для этого духовного кристалла ранга среднего бессмертного Чуму теперь должен был отправиться в династию Северного Льда, чтобы тренироваться и повышать ранг своей феи ледяного воздуха. Кроме того, династия Северного Льда вторглась на его территорию из-за пробуждения небесного зверя ледяного мира. Как царь, разве он не должен отплатить за эту услугу тем же? С другой стороны, битва Чжанье, маленького затаившегося дракона, ночей призрачного короля также завершилась вместе со смертью небесного зверя ледяного мира. Среди четырех питомцев малыш затаившийся дракон был самым взволнованным из всех. Он, радостно хлопая крыльями, приземлился на плечо Чуму, пытаясь показать что-то совсем как ребенок. Чуму внимательно осмотрел его и заметил небольшое изменение на чешуе дракончика. Он смутно видел тонкий слой атрибута призрака, образующий на них особую защиту. «Сколько душ бессмертного ранга ты поглотил?» – спросил Чуму. Затаившийся дракон вытянул лапку и что-то бормоча расправил три когтя. Чуму нашел это забавным. С каких пор он научился считать по-человечески? Три души бессмертного ранга были действительно отличным обедом для малыша затаившегося дракона. Пройдет совсем немного времени, прежде чем его главная душа перейдет в ранг бессмертного. Малыш затаившийся дракон обладал тремя основными атрибутами. Призрачный дракон уже был в ранге бессмертного. Если душа небесного голубого затаившегося дракона также продвинется в ранг бессмертного, то его общая сила будет даже больше, чем низкий бессмертный. Ночь всегда был впереди всех. В этом бою его предел опыта определенно был исчерпан. После возвращения ему придется позволить Нин Маньер усилить ночь аурой бессмертного. Ночь тоже станет низким бессмертным. Между тем, фея ледяного воздуха уже получила бессмертный духовный предмет ранга среднего бессмертного. После того, как Чуму обучит ее в династии Северного Льда, он сможет увеличить ее силу до среднего бессмертного. Если бы больше подчиненных древнего дракона пробудилось, то с ним было бы намного легче справиться. Конечно, Чуму также уделил бы достаточное внимание пробуждению самого древнего дракона. Если бы этот парень проснулся, то только король темной смерти Лиса Семи Грехов могла бы противостоять ему. К сожалению, король Тьмы Лиса Семи Грехов не мог контролироваться ни им, ни Юша. Юша в настоящее время относилась к нему как к знаменитости. Уже то, что она смогла помешать ему убежать, производило впечатление. Сейчас было невозможно заставить его сражаться за них. Тем не менее, он задавался вопросом, какого ранга был этот король Тьмы. Если он обладал хотя бы такой же силой, как и король Тьмы десяти тысяч лет из Долины Печатей, то противостоять ему было бы почти невозможно. Глава 1608 Итоги ночи Они вернули флот Новой Луны в ледяной город. Многие монстры все еще бродили в окрестностях. Видимо, они были не в курсе, что армия в ледяных землях уничтожена. Поэтому монстры низкого ранга в слепой преданности и невежестве бродили поблизости. Ледяные земли обширны, поэтому отправлять армию в надежде уничтожить всех монстров немного нереалистично. Но сейчас, когда чуму уничтожил ядро армии монстров, они лишились лидера. Поэтому вскоре эти монстры низкого ранга постепенно рассеются и исчезнут. Но пока что ледяной город станет непригодным для жизни. Поэтому по возвращении чуму пришлось отвезти этих людей в более безопасный снежный город. Когда монстры полностью исчезнут, они смогут снова отстроить ледяной город. С флотом Новой Луны проблем с переселением возникнуть не должно. Однако миграция нескольких десятков тысяч человек все равно будет крупномасштабной. Ледяной город подвергся самым тяжелым разрушениям, но после того, как чуму мобилизовал войска, во всех 70 городах этого региона воцарился мир, и жертв больше не было. Флот Новой Луны и многие опытные дрессировщики часто патрулировали земли вокруг, систематически уничтожая оставшихся монстров ледяной горы. Примерно через полмесяца ледяной регион, наконец, вернулся к своему обычному спокойствию. Различные города начали реконструкцию, постепенно возвращаясь к нормальной жизни. Вспышка бедствия была слишком внезапной. Учитывая, что один из подданных древнего дракона пробудился, чуму послал нескольких человек следить за любым движением во Дворце Ветра. Это предотвратило бы появление еще одной ужасающей катастрофы. Эта катастрофа была четким указанием чуму на то, что пришествие древнего дракона становилось все ближе. Если у него не будет сил победить его до того, как он проснется, земли Новой Луны прекратит свое существование, какой бы процветающей она ни была. После возвращения на землю Новой Луны чуму сосредоточился на тренировках. Однажды чуму позвал Нин Маньер и попросил ее сопровождать его во время тренировок. Нин Маньер была девушкой, которой нравилось просто веселиться. Если бы она усердно развивалась, ее способности легко смогли бы создать больше питомцев бессмертного ранга. Часто, когда чуму тянул эту девочку за собой, чтобы заняться самосовершенствованием, она надувала губы и с горечью говорила. Старший брат такой скучный. Ты занимаешься этим весь день и никогда не играешь со мной. Но в этот раз возвращаясь, чуму чувствовал нависшую угрозу из-за появления небесного зверя. Поэтому он заставил Нин Маньер перестать играться и побыть с ним какое-то время. Странно, почему ты сегодня не жалуешься? Чуму обнаружил, что Нин Маньер послушно сопровождает его и был удивлен. Я слышала от старшего брата Тен Лана, что многие люди были убиты монстрами в этой катастрофе. Тихо сказала Нин Маньер. Да, были серьезные жертвы. Кивнул чуму. Когда он думал об этом, он чувствовал себя беспомощным. Катастрофа разразилась слишком внезапно. Кроме того, очень странно, почему он не получил срочное донесение. Нин Маньер от природы добра и честна. Поэтому катастрофа сильно повлияла на нее. Девушка была подавлена. Она хотела что-нибудь сделать с этой катастрофой. Вот только ее возможности ограничены. Только усердно тренируясь и помогая чуму набраться сил, можно было предотвратить подобный хаос. Поэтому она не пыталась отлынивать, когда чуму на этот раз заставил ее совершенствоваться, и послушно последовала за ним. Старший брат, могут ли такого рода катастрофы не произойти в будущем? Тихо спросила Нин Маньер. Трудно сказать. Чуму и сам не знал ответа на этот вопрос. Во Дворце Ветра находится много спящих питомцев с высокой родословной. Один только небесный зверь нанес региону Снежного города столько разрушений. А если появится более сильное существо, сколько бедствий оно повлечет за собой? Будет ли большой брат защищать Землю Новой Луны? Спросила Нин Маньер. Я буду стараться изо всех сил. Чуму заставил себя улыбнуться. Чуму даже не знал, насколько силен был древний дракон. Мне нравится Земля Новой Луны и здешние люди. Я не хочу, чтобы они пострадали или умерли. Тихо сказала Нин Маньер. Тетя Лю очень много работает, а старший брат усердно занимается самосовершенствованием. Старшая сестра также не останавливается, поскольку она изучает еще более высокоранговые техники бессмертных. Все остальные наращивают свою силу. Все защищают Землю Новой Луны и упорно трудятся для этого. Мне также нужно что-то сделать для Земли Новой Луны. Чуму погладил ее по волнистым волосам. Он почувствовал некоторое удовлетворение. Видимо, катастрофа заставила Нин Маньер повзрослеть. Она теперь не просто искала защиты у других людей. Вместо этого девушка хотела защитить других. Но разве Древо Мессии было не таким же? У него было много защитников, но он также защищал бесчисленные виды и постоянно размножающихся питомцев. Возможно, Нин Маньер сейчас была слаба и могла дать чуму лишь немного бессмертной ауры. Однако увеличение ее силы было равносильно защите Земли Новой Луны. Когда Нин Маньер станет сильнее, она сможет не только защитить крошечную Землю Новой Луны, но и, возможно, ей будет по силам оберегать весь континент Джанмин или даже все человечество. Желание Нин Маньер сосредоточиться на развитии было огромным благом для чуму. Все потому, что она практически стала его исключительной помощницей, поскольку передала ему всю свою бессмертную ауру. Чуму нужно было только повысить процент тренировок, и его питомцы смогут подняться в ранге еще быстрее. Развитие полагает не только на исключительно спокойную медитацию. Немаловажный фактор в тренировках чуму – бой на смерть. Чуму планировал отправиться в запретный регион Северных Льдов. Нин Маньер пойдет с ним и тем самым многократно повысит скорость развития чуму. В ту ночь Нин Маньер сосредоточенно сидел рядом с чуму, помогая его ночи набраться сил. Бессмертная аура Нин Маньер отличалась от большинства духовных кристаллов и других предметов ранга Бессмертной. Когда она рядом, чуму не нужно было направлять бессмертную ауру. Все, что он должен был сделать, это непрерывно принимать энергию, переданную Нин Маньер, а затем направлять ее в тела своих питомцев. И даже так было практически невозможно потерпеть неудачу. Один из аспектов повышения ранга питомца зависел от того, что он самостоятельно достигает предела в непрерывных тренировках. Добравшись до границы, питомец использует импульс энергии, полученный из предмета ранга Бессмертный, чтобы успешно повысить ранг. Однако, если его развития будет недостаточно, и он не выполнит условий для повышения в ранге, то использование таких предметов будет просто бессмысленным. Этой проблемы нет с бессмертной аурой Нин Маньер. Если, например, развития питомца будет недостаточно, бессмертная аура Нин Маньер окажет развивающий эффект, который компенсирует этот недостаток. Это равносильно прямому увеличению процента тренированности питомца. А затем, после завершения тренировок, оставшаяся бессмертная аура продолжит напитывать и помогать прорыву питомца. Нин Маньер, вероятно, была единственной в этом мире, кто обладает таким эффектом. Не удивительно, что лидеры отчаянно сражались за нее. С такой уникальностью увеличение их силы стало бы только вопросом времени. Это было крайне важно, так как существовало множество барьеров в ранге бессмертных, особенно на последних ступенях. Эффект слез монумента неопределенный и расплывчатый. Способны ли они помочь людям войти в ранг вечных, всегда было загадкой. С другой стороны, Древо Мессия, теоретически, вполне могло помочь людям войти в ранг вечных. Поэтому эксперт и лидер, которые жаждали стать богами своего вида, обезумит в попытках достать ее. Нин Маньер медленно влила бессмертную ауру в тело ночи. Развитие этого питомца достигло очень высокого процента, поэтому девушке было достаточно использовать свою бессмертную ауру, чтобы помочь ночи успешно прорваться. По мере того, как бессмертная аура непрерывно увеличивалась, волна прорыва в сознании ночи становилась все выше и гуще. Чумус мог использовать духовные исследования, чтобы ощутить, как волна почти перехлестывает через порог прорыва, необходимого для бессмертного низкого класса. Темная энергия поглотила двор. Он был специально построен в соответствии с требованиями чуму и мог выдержать очень сильный энергетический удар. В противном случае внутренний двор уже неоднократно перестраивался из-за него, который постоянно прорывался через ранг бессмертных. На самом деле, это может привести к тому, что весь дворец новой луны задрожит. Была поздняя ночь, и темнота становилась все гуще и гуще. Даже фонари города Ваньсин не могли ничего осветить. Весь город покрыло темной дымкой. Даже вытянув руку, сложно было разглядеть свои пальцы. Хири Веримана и эксперт статионит инванг сиангциты. Вхен Тхейфелд Тхепхенаминан Тхейюмпитупонта Тхейрафсан Цаутиауслы Старитат Тхелацатион Фромвхеритхедаркнес Сауровас Цоминг. Питомец одного парнишки прорывается. Во тьме резиденции старейшина облачных врат, одетый в халат, сонно смотрел на центр города. В соседнем дворе вышел юбой и тоже посмотрел в сторону дворца новой луны. Это там, где этот сопляк чуму, верно? Еще один из его питомцев прорывается. Судя по ауре, которую он излучает, это должен быть бессмертный низкого класса. Юбу обратился к старейшине облачных врат с другой стороны стены. Скорость развития этого сорванца чрезвычайно высока. Я помню, что в последний раз, когда он был во внутреннем городе, его громовой зверь ночных грез вступил в ранг бессмертных. А в этот раз он уже находится в ранге бессмертного низкого класса. Сказал старейшина врат облака. Это ерунда. Разве ты не видел боевого облачного дракона, которого привел этот сопляк? Сказал Юбу. Как я мог это пропустить? Этот дракон заставил меня подпрыгнуть от страха, когда он вошел в город. Правда, боевой облачный дракон среднего класса бессмертного ранга. Интересно, как чуму удалось обмануть одного из них. Он даже готов помочь нам защитить запечатанную башню. Называть город Ваньсен местом скрытых драконов и крадущихся тигров сейчас даже несправедливо. Сказал Юбу. Ай, я уверен, что через несколько лет от нас, стариков, не будет никакой пользы. Это не тот случай. Тебе не кажется, что снаружи слишком спокойно? Сказал Юбу. Снаружи? Ты имеешь в виду континент Джанмин? Да. Развитие земли новой луны происходит слишком быстро. Это невероятно быстро. Было бы странно, если бы эти фракции были безразличны к этому. Насколько я их понимаю, они не должны быть такими тихими. Я не обращаю внимания на посторонние вещи. Возможно, они были ограничены твоими людьми. Королевская семья Тайного Ока не обратит на это внимания. Более того, я не верю, что все в семье чувствуют себя спокойно на фоне темпов роста земли новой луны. Глава 1609. Письмо приглашения от двух великих из королевской семьи. Кстати говоря, ситуация в королевской семье Тайного Ока в порядке. Старейшина Облачных врат сменил тему. Как там может быть хорошо сейчас? Кто мог разделиться? Разделились те, кто хоть раз хотел перегрызть глотку друг другу. Все еще с удовольствием убиваются в междоусобицах. К тому времени, когда они поймут значение единства, как этот огрызок великой фракции сможет править человечеством. Это куча упрямых и глупых людей. Юбо вздохнул и покачал головой. Все так же, как и последние 20 лет. Почему две королевские семьи не созвали встречу? Неужели эти два десятка лет действительно были такими спокойными? Спросил старейшина Облачных врат. Прошло много времени с тех пор, как он покинул страну новой луны, поэтому он многое понимал во внешнем мире. Они вот-вот это сделают. Я предполагаю, что через некоторое время отправлюсь в путешествие с верховной женщиной на гору двойной земли. Уверен, что тогда большие шишки из разных мест проявят себя, сказал Юбо. Она уезжает, это же неуместно. Брат Чу не обращает внимания на такие вещи. Очевидно, что это ее решение. Более того, мадам тоже желает ее видеть, сказал Юбо. Да, дела твоей семьи действительно сложны. А тебе-то зачем это нужно? Такая великая королевская семья, которая когда-то правила человечеством, стала такой странной, сказал старейшина Облачных врат. Кто хотел, чтобы все было так? Один человек хочет стать лордом, и второй тоже хочет им стать. Но никто из них не хочет начинать открытую войну из-за этого. Они просто тянут время, а все остается, как было. Обе стороны сражаются и строят заговоры друг против друга, убивая всех хороших молодых преемников и обрывая родословные. В глазах Юбо мелькнула тень усталости. Пока они разговаривали, город Ваньсен постепенно готовился к вечеру. Лампы освещали городские здания, подчеркивая их грандиозный и величественный вид. Двое стариков смотрели в темноту и долго молчали. Затем старейшина Облачных врат сказал. На самом деле я очень оптимистично отношусь к этому сопляку. Ха-ха, а кто нет? Чуму всегда был довольно прямолинеен. Он решил отправиться в область Северного льда, чтобы заняться самосовершенствованием, и утром второго дня планировал уехать. Ты сейчас уходишь? Нин Маньер уставилась на него широко раскрытыми глазами. А ты хотела подождать? Несчастно спросил Чуму. Девушка была одета в ночную рубашку, ее волосы были в беспорядке и выглядела она очень сонной. Тем не менее, выглядела она очень мило и в таком виде, особенно ее растрепанные волосы. Напрашивался вопрос, как надо ворочаться, чтобы так спутать волосы. Мне нужно собрать кое-какие вещи. У меня вообще много вещей, сказала Нин Маньер. Девушка знала, что Чуму во время совершенствования может проводить там месяцы и даже годы, забыв про все и всех. Так что она должна была взять с собой все, что ей было нужно. Вещи, которые можно есть, носить, с которыми можно играть, проводить время. Нин Маньер любила бродить по улицам и купила целую кучу мелких предметов. Вся ее комната была заполнена этими сверкающими и красивыми безделушками. Как бы то ни было, мы уедем во второй половине дня. Собирайся, Чуму заставил себя улыбнуться. Он догадывался, что она хотела упаковать все, что было в ее комнате, в пространственное кольцо. Хорошо. Нин Маньер поспешно кивнула. Выйдя из своей комнаты, Чуму направился в дворец Верховной Рассвета. Поскольку он собирался уехать далеко, нужно было поговорить с Лю Бен Лань. Когда он прибыл во дворец Верховной Рассвета, направился прямо в спальные покои. Единственным человеком, который мог пройти прямо в спальню, был Чуму. Служанки не пытались его остановить, но сообщили о его приходе Верховной. Лю Бен Лань была не из тех, кто был бы доволен, если бы их увидели до полного приведения себя в порядок. Когда Чуму вошел в спальню, он увидел двух служанок, помогавших Лю Бен Лань расчесывать волосы, в то время как две другие служанки упаковывали одежду. Парень тут же понял, что служанки упаковывали именно дорожную одежду и вещи. Он был сбит с толку. Лю Бен Лань хотела поехать с ним на тренировку. Верховная Рассвета увидела Чуму в отражении зеркала, и на ее холодном лице появилась улыбка. «Мама, куда ты собираешься?» Растерянно спросил парень. «Гора двойной земли», — ответила Лю Бен Лань. «Что это за место?» «Посмотри на приглашение». Лю Бен Лань велела служанке рядом со столом передать письмо Чуму. Парень открыл великолепно выглядящие приглашения и просмотрел его содержимое. Письмо было довольно простым. В нем сообщалось, что учредители конференции на горе двойной земли приглашают царя земли Новой Луны принять участие. Слова были очень вежливыми, ничем не отличающимися от приглашений, обычно получаемых с больших приграничных территорий. Единственная разница заключалась в том, что приглашающей стороной на этот раз были две таинственные фракции — «Королевская семья Тайного Ока» и «Королевская семья Вупань». Чуму немного узнала «Королевская семья Тайного Ока» в столице Чжанминь. Он все еще помнил, что нападение на Лю Бен Лань, кажется, имело какое-то отношение к ним. А что касается «Королевской семьи Вупань», то они были кланом на континенте Вупань, а также истинными правителями, которые управляли континентом. Две эти фракции были полускрытыми семьями. Они не участвовали в управлении человеческим царством, но, если происходило что-то экстраординарное, помогали. Судя по уважению, проявленному Божественной сектой и другими крупными фракциями к «Королевским семьям» эти две семьи, вероятно, были на особом счету в человеческом царстве. Тем не менее, чему все еще было неясно, какое положение они занимали в мире людей. Юбо сказал мне, что это самая высокая конференция человечества. Каждый человек или фракция, получившие приглашение, должны принять участие. Наша земля новой луны представляет огромную опасность в виде древнего дракона. Хотя мы уже проинформировали Божественную секту, им еще предстоит дать конкретный ответ. Юбо хочет, чтобы я подняла вопрос с этим драконом на конференции. Может быть, там смогут найти ответ, сказала Лю Бен Лань. В тот момент, когда могущественный древний дракон пробудется, это повлияет не только на землю новой луны. Появления Короля Темной Смерти десяти тысяч лет было достаточно, чтобы доказать, что существо такого ранга причинит человечеству ужасающие разрушения. Если бы такой катастрофический вопрос можно было предвидеть и решить заранее, это было бы к лучшему. Предположительно, лидеры этих фракций не стали бы просто игнорировать такую опасность. Хорошо, если человеческие эксперты смогут решить этот вопрос, чему кивнул. Действительно, было необходимо принять участие в этой конференции. Конференция состоится через год. Сначала я навещу несколько наших союзных пограничных королев.